Обрушились на громового дракона. Агра перешла к нему. Среди всех магистров двумя с наибольшим уроном были несомненно Танья и Сия. На самом деле они легко наносили на 30% больше урона, чем кто-либо другой. Это также означало, что им было чрезвычайно легко было привлечь агро громового дракона. Они работали вместе, чтобы удержать его внимание, ловко уворачиваясь от атак противника с помощью мгновенных перемещений, оставляя громового дракона совершенно беспомощным. У него осталось только 10% здоровья. Продолжаем. Он почти мертв. После такой безостановочной атаки магистры начинали терять ману. Они выпили специальное зелье маны, чтобы восстановить свою ману до полного показателя. После того, как его здоровье упало ниже 10%, громовой дракон становился все более разъяренным. Его чешуя начала светиться кроваво-красным, когда из тела монстра вырвалась гнетущая аура. Чувствуя это изменение, все атакующие побледнели. Эта тварь входит в состояние неистовства. В этот момент огромная светящаяся сфера света полетела к громовому дракону. Ба-энг. Она сжалась в едва видимую точку, а затем взорвалась с неизмеримой силой, как только вступил в контакт с чешуей громового дракона. Это была запрещенная магия Саннисауса. Хорошая работа, Саннисаус. Замечательно. Запрещенная магия одноцелевого типа Саннисауса спасла всех от множества неприятностей. Магистры быстро пришли в себя и продолжали использовать заклинания. Громовой дракон врезался в землю, прежде чем встать на ноги. 4 755 954. Его здоровье мгновенно упало на 2%. У кого-нибудь есть запрещенная магия. Моя находится на перезарядке. У меня тоже. У запрещенной магии одноцелевого типа было огромное время восстановления в среднем от 2 до 3 месяцев. Для Саннисауса оказалось очень удачным то, что его одноцелевое заклинание запрещенной магии как раз вышло из кулдауна. Было бы нереально ожидать, что другие тоже будут готовы к подобному развитию событий. Проклятие. Если бы я знал, что мы собираемся закончить такой бой, я бы придержал свою запрещенную магию. Андинг Скаундрил не мог удержаться от срывающихся с губ проклятий. К величайшему прискорбию не существовало лекарства от сожаления. Заклинание, срезавшее почти 5 миллионов его здоровья, полностью разозлило громового дракона. Его тело распухло в несколько раз. Каждый шаг заставлял молнию с треском распространяться по полу. Громовой дракон сфокусировался на Саннисауса. Его глаза вспыхнули ярким малиновым лучом. Дерьмо. Сердце Саннисауса упало. Он повернулся, чтобы бежать, но обнаружил, что его ноги не двигаются. Почти как если бы они были сделаны из свинца. Это был паралич. Я не могу двигаться. Саннисауса вскрикнул Саннисаус. Громовой дракон приблизился к Саннисаусу и ударил его когтями. Мгновенное убийство. Дерьмо. Все дрожали от страха. Там не было ничего, что они могли сделать. Они потеряли всякий контроль над ситуацией. После убийства Саннисауса громовой дракон напал на Сия, у которой было второе по величине Агра. Монстр действовал в три раза быстрее, чем раньше. Сия хотела бежать, но ее тело не реагировало как обычно. Оно быстро становилось жестким. Чем ближе становился громовой дракон, тем опаснее была ситуация. Респлендент Блейдлайт внезапно ворвался сбоку и встал перед Сия с поднятым щитом. Громовой дракон с когтями обрушился на респлендент Блейдлайта. Бенк. Его послали в полет, как тряпичную куклу. Мгновенное убийство. Исцеление Пентит Муслин и Блэк Хевина приземлились на тело Блейдлайта, но было уже слишком поздно. Невозможно было вылечить того, чье здоровье в мгновение ока опустилось до нуля. У него осталось только 6% здоровья. Даже если мы будем уничтожены все, мы должны убить эту тварь. Не смотрите ему в глаза, вскричала Сия. Все быстро отвели взгляд, близко к сердцу принимая предупреждение девушки. Не смотреть в его глаза было довольно просто. Они могли бы просто посмотреть на его массивное тело, чтобы определить местоположение дракона. Громовой дракон открыл свою пастель, звергал палящее горячее пламя, поджигая пол. Под жестоким нападением громового дракона магистры оказались в плачевном состоянии. Увидев приближающееся к нему пламя, Андинг Скаундрил быстро использовал мгновенное перемещение. Как только его ступни коснулись земли, магистр увидел удар молнии, обрушившейся на него. Вот дерьмо. Андинг Скаундрил хотел переместиться, но обнаружил, что не может использовать магию. Его единственный путь к спасению был заблокирован. Бенг. Молния обрушилась на Андинг Скаундрила и превратила его в луч света. Другой товарищ по команде умер, вскоре после этого сам Мирбак, Стрит Волчер и многие другие погибли один за другим. Если ситуация не изменится, то не потребуется слишком много времени, чтобы все были уничтожены. К настоящему времени здоровье громового дракона упало до 5%. Тем не менее единственными людьми, которые все еще наносили ему ущерб, были Сия, Танья и несколько других. Земля была завалена трупами. Нирвана Флейм, мы потерпели неудачу. Мы не можем победить громового дракона. Танья печально вскрикнул. Уничтожение команды казалось неизбежным. Громовой дракон яростно преследовал Сия. Девушка быстро вынула сферу земли и помахала своим посохом. Перед ней появилась дюжина толстых земляных стен. Однако их было недостаточно, чтобы долго сдерживать громового дракона. Число жертв быстро росло, пока не осталось в живых только 11 человек. Нирвана Флейм, Яя, Янг Спэр Раухаук, Лофти Шадоу, Янг Севин, Пентит Муслин, Блэк Хевин, Блэк Хелл, Ласт Бой, Хаплэс Фрок и Хаппи Хермит. Никто из домогделлеров физического урона не осмелился столкнуться с впавшим в неистовство громовым драконом. Поэтому с ним боролись только Сия, Танья, Ласт Бой и Блэк Хелл, заставляя его все еще медленно терять здоровье. Только с четырьмя заклинателями, которые могли эффективно атаковать громового дракона, урон команды был строго ограничен. Все это время они должны были избегать преследования громового дракона. Не говоря уже о том, что требовалось постоянно сдерживать падшего ангела Бруфута. У громового дракона осталось только 5% здоровья, но оно все еще составляло более 12 миллионов здоровья. Убить это было бы непросто. Ситуация была отчаянной. Ниянь приказал серьезным тоном. Муслин, убирайся отсюда первой. Чем дальше, тем лучше. Постарайся выйти из битвы. Пентит Муслин сразу поняла план Нирваны Флейма. Не стратя времени на раздумья, она бросилась к двери храма. Падший ангел Бруфут усмехнулся, совершенно не впечатленный этими действиями. Смиренный муравей. Думаешь, ты сможешь бежать? Это будет не так-то просто. Он поднял свой огромный меч и вызвал пылающий метеорит из-под потолка. Как раз в тот момент, когда метеорит должен был врезаться в Пентит Муслин, она исчезла с помощью космического прыжка и снова появилась на расстоянии 60 метров. Она сбежала из храма, не оглядываясь, бинг. Метеорит ударился о землю и превратился в поток палящего горячего пламени. Однако это уже не имело ничего общего с Пентит Муслин. Системное сообщение. Пентит Муслин покинула битву. Ни я не улыбнулся. Все шло по плану. Он перевел взгляд на неистового громового дракона. Теперь молодой человек мог сосредоточиться на том, чтобы убить его. После этого он перейдет к следующему шагу своего плана. Громовой дракон приблизился к Блэкхиллу. Он ударил своими когтями, собираясь разорвать еписакопа в клочья. Когда Блэкхилл издал громкий рев, он взорвался магической энергией, которая становилась все более изменчивой, пока епископ наконец не взорвался. Навык самоуничтожения. Сила взрыва заставила громового дракона взлететь, прежде чем обрушиться на стену. 6-800-35-676. Это умение также было из числа запрещенной магии, хотя оно было сильнее обычных, так как требовало от заклинателя пожертвовать своей жизнью. У громового дракона осталось только около 2% здоровья. Только 2% здоровья осталось. Давайте, ребята, мы можем сделать это. Танья воскликнул. Он махнул своим посохом и выпустил жестокий поток заклинаний. Громовой дракон набросился на Танья. Когда мощная аура дракона накрыла его, Танья почувствовал, как его тело напряглось. Эта аура была даже сильнее, чем раньше. Магистру начало казаться, что он был связан веревкой. Прикройте Янгспыра у Хаука. Хаплысфрок и Хаппи Хермит попытались перехватить громового дракона. Бенг, Бенг. Оба игрока были отправлены в полет. Пара воров не могла остановить дракона. Громовой дракон взорвал Танья дыханием дракона, превращая его в горящий огненный столб. Два вора и Танья погибли. Босс, меня и я, я недостаточно. Мы едва наносим достаточно урона, чтобы преодолеть его восстановление здоровья. Нам понадобятся часы, чтобы убить его в таком составе. Ластбой вскрикнул. Янг Севин, Лофти Шадоу, вы оба продолжаете сдерживать Бруфута. Купите мне столько времени, сколько сможете, сказал Ниянь, прежде чем повернуться к громовому дракону. Понял. Воскликнул Лофти Шадоу. Оставь это нам. Кивнул Янг Севин. Без помощи Нирваны Флейма эти двое не продержатся долго против падшего ангела Бруфута. Все, что они могли сделать, это дать боссу как можно больше времени. Теневой вальс. Ниянь исчез в невидимости, бросаясь к громовому дракону. Респлендент Блейдлайт и другие классы ближнего боя, каждый из которых наносил по 2000 урона за удар, показали, насколько высока физическая защита громового дракона. Его толстые черные чешуйки с глубоким золотым блеском были почти непроницаемы для меча. Ниянь мог только надеяться, что его урон будет выше. Молодой человек выглядел как вспышка молнии, когда он бросился к спине громового дракона. Умение отражения урона громового дракона уже исчезло. Спинолом. Бенг. Острое лезвие кровавого кинжала вонзилось в позвоночник громового дракона. Учитывая, насколько велик и громоздок громовой дракон, он не мог избежать атаки Нияня. Прокалывающий эффект кровавого кинжала, позволяющий атаке пробиться сквозь чешую громового дракона. Это было легендарное оружие 180 уровня. Такой силы следовало ожидать от нее. 205-981. Громовой дракон был обездвижен. У громового дракона осталось около 5 миллионов единиц здоровья. Пока Ниянь мог держать эту тварь под контролем, у него был шанс убить громового дракона. Ниянь наклонился в сторону и выполнил удар в спину. Убийство. Удар в спину. Молодой человек обрушился на громового дракона потоком нескончаемых ударов. Один удар, два удара, три удара. Урон Нияня удваивался с каждым последующим попаданием по мере увеличения количества комбо. Сия и Ластбой махали своими посохами, бомбардируя громового дракона несколькими заклинаниями и сбивая часть его здоровья. Два уведомления внезапно появились. Лафти Шадау умер. Янг Севин умер. Сердце Ниянь упало. Лафти Шадау и Янг Севин смогли продержаться около 15 секунд. Теперь, без танка, который мог заблокировать падшего ангела Бруфута, тот мог делать все, что хотел. Ластбой, Яя, будьте осторожны. Ниянь с тревогой вскрикнул. Падший ангел Бруфут мгновенно приблизился к двум магам. Земля взорвалась черными усиками, которые обездвижили их. Бруфут ударил их мечом и превратив обоих в лучи света. Дерьмо. Ниянь не мог сдержать рвущихся с языка проклятий. Он взглянул на здоровье громового дракона. Осталось более двух миллионов единиц. Если бы молодой человек не убил его сейчас, эта тварь убила бы его. Громовой дракон восстановился после эффекта хромоты. Он поднял свои когти и ударил Нияня, который быстро уклонился в сторону. Его комбо было нарушено. Несмотря на то, что комбо теперь было сломлено, что было жаль, молодой человек все еще был полон решимости покончить с громовым драконом. Несмотря ни на что, Ниянь поставил все на карту, чтобы убить громового дракона. Когда боевой ангел колено взмахнул своим посохом и защитила его щитом. Глаза юноши радостно загорелись. Глядя на строку своего состояния, Ниянь обнаружил, что щит назывался защитный барьер колены. Она наконец-то использовала этот последний навык. Лист персонажа. Защитный барьер колены. Уменьшает урон на 99%. Тип брони. Божественная. Прочность. 132-0-0-0-132-0-0-0. Ниянь вспомнил, как некогда полагался на этот щит, чтобы избежать преследования костяного дракона. С защитным барьером колена Ниянь больше не должен был бояться громового дракона, когда он начал наносить атаки противнику, стоя с ним лицом к лицу. Бинг. Атаки громового дракона только заставили барьер слегка мерцать. Его прочность упала примерно на 10 тысяч единиц. У громового дракона осталось только 300 тысяч единиц здоровья. Жертвенный гамбит. Бинг. Ниянь пожертвовал 30% своего здоровья, чтобы нанести мощный удар. 303-319. Громовой дракон бросил три предмета. Ниянь быстро забрал их в свою сумку. Да как ты смеешь, ты никчемный человечишка. Падший ангел Бруфут взревел после того, как стал свидетелем смерти громового дракона. Он ударил своим великим мечом, выпустив энергию меча длиной в 10 метров. Не было возможности для уклонения. Бам. Защитный барьер колена сильно содрогнулся, потеряв еще 30 тысяч единиц прочности. Даже с этим мощным щитом Ниянь не мог сольно противостоять падшему ангелу Бруфуту. Сначала ему пришлось перегруппироваться с командой. К счастью, громовой дракон умер навсегда. Падший ангел Бруфут не мог призвать его снова, что значительно облегчит противостояние этому чудовищу. Штормовой шаг. Ниянь обернулся и убежал. Падший ангел Бруфут отправился в погоню. Тем не менее он не мог идти в ногу с Нияним, отставая все дальше и дальше. Вскоре Ниянь исчез за пределом входа в храм. Падший ангел мрачно обернулся. Наступив на трупы, он вернулся к трону. Блэк Хелл возродился на кладбище. После самоуничтожения его труп был полностью уничтожен. Таким образом он не мог бежать назад или быть восстановленным священником. Его единственным вариантом было вернуться на кладбище и получить одноуровневый штраф за смерть. Только три игрока в команде были живы прямо сейчас. Ниянь, Пэнтит Муслин и Блэк Хелл. Нирвана Флейм, что мы будем делать теперь, спросил Блэк Хелл у лидера. Мы посмотрим, сможем ли мы возродить всю команду, сказал Ниянь. Трое встретились в одном из уголков подземелья. Блэк Хелл и Пэнтит Муслин оба были священниками, поэтому у них было заклинание воскрешения. Хотя как священник тени, Блэк Хелл имел более длительное время восстановления этого навыка. Сначала я пойду посмотрю, как там дела. Вы, ребята, подождите здесь. Вскоре Ниянь пробрался обратно в храм. Трупы членов команды все еще лежали разбросанными по полу. Лишь немногие были возле входа. Трон, на котором сидел падший ангел Бурфут, находился в дальнем конце. Они могли бы оживить некоторых членов, не привлекая его внимания. Однако у других не было иного выбора, кроме как бежать к своим трупам, чтобы ожить. Мистейкин смайл андинг скаундрил вам, ребята, придется бежать к своим трупам, чтобы ожить. Остальные, подождите, пока Пэнтит Муслин и Блэк Хелл вернут вас к жизни, сказал Ниянь в голосовом чате. Вскоре Пэнтит Муслин и Блэк Хелл пробрались обратно в храм. Сначала они возродили Янг Севина и Блэк Хевина. После этого все четверо начали оживлять других членов команды. Те, кто умер слишком близко к трону, могли только бежать к своим трупам, чтобы возродиться и изо всех сил стараться не быть замеченными Бурфутом. На кладбище появились души мистейкин смайла андинг скаундрила и еще восьми человек. Они сразу же побежали обратно в храм. Священник Тени из корпорации Ангела прятался в окрестностях кладбища в плаще невидимки. Он свел свои брови к переносице. Почему там было только одиннадцать душ, Ангутянша ясно сказал, что в подземелье вошло тридцать человек. Увидев, что они устремляются обратно к храму, игрок немедленно отправил свой отчет. Группа Безумного Разбойника уже была в подземелье больше часа. Ангутянша начинал нервничать. У них действительно был способ убить падшего ангела Бурфута. Если бы племя Невероятных Людей получило фрукты Короля Драконов, последствия были бы невообразимыми. К сожалению, он ничего не мог сделать, чтобы вмешаться. Храм был особенным подземельем. Как только команда вошла, больше никого не пускало внутрь. Цаосюй также не думал, что племя Невероятных Людей имело шанс получить фрукт Короля Драконов. Однако со временем ему становилось все труднее поддерживать в себе эту уверенность. Почему Блэк Хаук еще не сообщил какой-либо информации? Ангутянши спросил раздраженным тоном. Уже прошел час. Независимо от того, добилось ли племя Невероятных Людей успеха или нет, мы уже должны были что-то услышать, согласился Стоун Сплиттер. Он чувствовал изменения в настроении Ангутянши. Все члены команды Ангутянши болтали. Босс, у Блэк Хаука есть какие-то новости. Скажите ему, чтобы связаться со мной через голосовой чат. Ангутянши сказал нервным тоном. Да. Вскоре Блэк Хаук связался с Ангутянши. Какова ситуация там? Неужели команда Нирваны Флейма победила падшего ангела Бруфута? Взволнованно спросил Ангутянши. Пока нет, но я только что видел, как некоторые люди выходили с кладбища, ответил Блэк Хаук. Там было только 11 духов, и один из них восстановился непосредственно перед тем, как бежать обратно в подземелье. Ангутянши нахмурил брови. Странно, только 11 человек вернулись на кладбище. Как бы то ни было, это хорошие новости. Похоже, что их успехи в подземелье не очень велики, и они уже были уничтожены хотя бы один раз. Ангутянши надеялся, что группа Нирваны Флейма будет уничтожена еще несколько раз. Чем больше опыта и уровней они потеряют в этом самоубийственном забеге, тем лучше. Ангутянши повернулся к Стоун Сплиттеру и Вилл Монарку. Как насчет того, чтобы отправиться в бар Конец Света, Стоун Сплиттеры дрогнули. Они поняли значение слов Ангутянши. С девятьюстами игроками племени невероятных людей, спрятавшимися в этом баре, можно было представить их реакцию, если Ангутянши вошел бы туда. Бои в баре могут быть запрещены, но это не значит, что их руки были полностью связаны. Стоун Сплиттер холодно усмехнулся. Ангутянши, Стоун Сплиттер и Вилл Монарк направились в сторону Конца Света. Город Греха, бар Конец Света. Келсон был когда-то знаменитым легендарным магом. Тем не менее он быстро потерял всю свою славу, когда выпустил нескольких демонов в разгар войны. Старший Совет поймал его и если бы не вмешательство Джиби Великого, он был бы казнен за свои преступления. Тем не менее Келсон был изгнан из Веридийской империи. Спустя годы он оказался у края мира и открыл бар. Келсон строго запретил драки в баре. Один игрок начал бой один раз, прошло не больше нескольких секунд, прежде чем вошел Келсон. В качестве наказания игрок должен был отдать все свое снаряжение Келсону и выполнять тяжелую работу в баре, чтобы вернуть его. Это был первый и единственный раз, когда игрок осмелился бросить вызов авторитету Келсона. Среди густо сгруппированных зданий было разделено большое открытое пространство шириной около нескольких сотен метров. В центре стоял древний замок. Каменные стены были сильно повреждены, в то время как некоторые секции полностью разрушились. Никто не знал, сколько лет этой структуре. Внутренняя часть конца света не выглядела как выветренная снаружи. Здесь все выглядело очень роскошно и было ярко освещено. Три силуэта появились за пределами конца света. Скрип, скрип. Они толкнули деревянную дверь и вошли внутрь. Бар был переполнен. Там было не менее тысячи человек, большинство из которых принадлежали к племени невероятных людей. Они сидели за столами в группах по 20 человек и болтали. Интересно, как сейчас поживает босс? Нэчерол Фиэнд поднял свое пиво и сделал глоток. Он начинал беспокоиться. Уже прошел час, но они еще ничего не слышали о команде босса. Он не осмелился послать сообщение, опасаясь потревожить Нирванов Лима в критический момент. Тиран Никол слабо улыбнулся. Ластбой только что дал мне новую информацию. Все идет гладко. Они были уничтожены только сейчас, но это шло в полном соответствии с планом. Они успешно убили вызванного дракона падшего ангела Бруфута. Теперь осталось только убить Бруфута. Нэчерол Фиэнд почувствовал себя немного более уверенно. С Нирваной Флеймом, ведущим команду, вероятно, не должно было никаких проблем. В конце концов, бесчисленные могущественные боссы уже упали от его руки. Падший ангел Бруфут ничем не отличается от остальных. Когда они счастливо болтали, несколько игроков подошли к ним и что-то прошептали на ухо. Лица Нэчерол Фиэндай и Тиран Никола помрачнели, затем они обменялись быстрыми взглядами. Обратив взгляды ко входу в бар, они увидели трех человек, идущих внутрь. Лица ангутянши и Стоун Сплиттера были мгновенно узнаваемы даже в толпе. Что касается Эвел Монарка, то парни слышали о нем. Игроки племени невероятных людей в конце света сосредоточили свое внимание на ангутянши, Стоун Сплиттере и Эвел Монарке. В одно мгновение атмосфера стала напряженной. Некоторые стиснули зубы, их глаза наполнились ненавистью. Многие из них уже умирали от рук ангутянши и Стоун Сплиттера. Ангутянши на самом деле осмелился прийти сюда, прямо в логово льва. Каждый достал свое оружие, готовый прыгнуть в бой по капле шляпы. Всем оставаться на местах, это конец света, крикнул Нэйчирол Фиэнд. Его голос сразу потряс некоторых игроков из племени Невероятных Людей. Только тогда они вспомнили, где именно сейчас находились. Если бы они осмелились начать драку здесь, последствия были бы серьезными. Ангутянши знал это, вот почему он вошел так спокойно. Нэйчирол Фиэнд и Тиран Никол подошли к передней части бара. Другие игроки племени Невероятных Людей расступались перед ними. Нирвана Флэм, Блейдлайт и другие были заняты в специальном подземелье падшего ангела Бруфута. Люди с наивысшим положением здесь были Нэйчирол Фиэндом и Тиран Николом. Ангутянши посмотрел на игроков племени Невероятных Людей и холодно рассмеялся. Куча мусора. Голос Ангутянши не был громким или тихим, но его было достаточно, чтобы все в комнате услышали эти слова. Его провокация зажгла гнев в сердцах присутствующих. Черт, этот парень пришел сюда, чтобы просто распустить свой поганый рот? Он действительно просит об избиении. Давай отправим его в могилу. Некоторые люди просто не могут быть спасены. Сколько еще раз босс должен надрать ему задницу, чтобы придурок выучил свой урок? В баре было 900 элитных игроков племени Невероятных Людей. Если бы они все бросились на него сразу, Ангутянши наверняка был бы убит. Нэйчирол Фиэнд и Тиран Никол остановились перед Ангутянши, Стоун Сплиттером и Эвил Монарком. Нэйчирол Фиэнд, Тиран Никол, давайте преподадим ему и его самодовольному лицу уроку. Да, все выражали свой гнев в голосовом чате. Нэйчирол Фиэнд поднял руку, давая знак всем успокоиться. Все 900 присутствующих игроков замолчали. Ангутянши удивленно поднял бровь. Конечно же, у племени Невероятных Людей были некоторые способности, по крайней мере, когда дело касалось дисциплинирования их членов. Однако сейчас не время восхищаться противником. Босс, мы должны позаботиться об этих ничтожествах. Прошло много времени с тех пор, как мой клинок попробовал кровь, спросил Эвил Монарк, облизывая губы. Стоун Сплиттер усмехнулся, обнажив свои белые зубы. Бьюсь об заклад, ни у одной из этих маленьких черепах не хватит смелости сразиться с нами. Эй, хлам, кто-нибудь из вас осмелится выйти на улицу и пойти со мной? Он смотрел на игроков из племени Невероятных Людей с выражением презрения в глазах. Эты, не думай, что мы тебя боимся. Вы все лаете и не кусаетесь. На смешке Стоун Сплиттера немедленно вызвали яростную реакцию среди игроков племени Невероятных Людей. Многие были готовы броситься на улицу. Держите себя в руках. Пока босс не вернется, никто из вас не покинет этот бар. Нейчерол Фиент крикнул, заглушив всех недовольных в баре. Обычно он был довольно тихим и редко вмешивался в дела гильдии. Но как только молодой человек вышел вперед, никто не посмел бы ему противостоять. Нейчерол Фиент, ты хочешь сказать, что мы просто позволим им оскорблять нас вот так? Что сказал босс перед уходом? Нейчерол Фиент сказал суровым тоном, глядя на всех, все неохотно сели обратно. Нирвана Флэйм приказал им ни одной ногой не покидать этот бар до самого его возвращения. Они могут только повиноваться. Многие элиты даже осмеливались не повиноваться исполнительному лидеру гильдии и другим руководителям, но никто из них не осмелился ослушаться Нирваны Флэйма. Безумный разбойник был их богом. Нейчерол Фиент одобрительно кивнул. Это было доказательством престижа Нирваны Флэйма в племени невероятных людей. Независимо от того, какие провокации бросил в них Ангутянши, никто из них не покинул этот бар. Ангутянши, Стоун Сплиттер и Вилмонарк посмотрели друг на друга со слабыми улыбками. Время для второго раунда. Нейчерол Фиент уставился на троих и усмехнулся. Не нужно тратить свое дыхание. Как лидер гильдии корпорации Ангела, ты не испытываешь никаких эмоций, пытаясь провоцировать таких людей, как мы. Если бы ты был настоящим мужчиной, ты бы бросил вызов нашему боссу. Нирвана Флэйм – ничто. Я одолею его в любое время. Ангутянши холодно усмехнулся. Тогда тебе не нужно спешить со смертью. Босс придет, чтобы забрать твою собачью жизнь. Не думай, что мы ничего не можем сделать с тобой только потому, что у тебя есть крылья, Сарина. Ты ничто иное, как обезьяна с крыльями. Игроки племя невероятных людей разразились смехом. Лицо Ангутянши побледнело от гнева. Однако, независимо от того, что он сказал прямо сейчас, это было бы заглушено смехом. Босс, не нужно опускаться до их уровня. Стоунсплиттер повернулся к Ничерол Фиенду и холодно сказал. Скажи Нирване Флэйму, через час начнется наше воздушное сражение в городе грехов. Только одна сторона выйдет из этого живой. Мы будем ждать бесхребетные черепахи. Мы будем там, не волнуйтесь. Тогда мы заставим тебя съесть твои слова, ответил Ничерол Фиенду. Запах пороха в баре конца света был невероятно густым. Ангутянши раздражал игроков из племени невероятных людей своими провокациями. Однако никто из них не действовал, просто не ведясь на это. Ничерол Фиенду и Тиран Никол сообщили о ситуации Нирване Флэйму, который напомнил остальным в канале Гильдии, чтобы они не реагировали на действия Ангутянши. Последствия были бы тяжелыми для любого, кто начал борьбу в баре конца света. Ангутянши пришел сюда только для того, чтобы использовать это правило, пытаясь заставить игроков из племени невероятных людей напасть на него. Конечно, они не должны были с такой легкостью идти прямо в его ловушку. Все эти игроки были элитой племени невероятных людей. Они естественно знали, как сдерживать себя. Ангутянши продолжал извергать оскорбления. Несмотря на то, что игроки из племени невероятных людей были в ярости, они симулировали невежество относительно его присутствия и болтали между собой. Эти ребята определенно имеют терпение. Должен это признать. Что мы будем делать дальше, босс? Продолжаем следовать плану? Спросил Эвел Монарк. Ангутянши задумался на мгновение, а затем покачал головой. Забудьте об этом, давай уйдем. Просто так, в голосе Эвел Монарка звучала нотка некоторого нежелания. Перед тем, как прийти в бар конец света, Ангутянши и двое его верных последователей согласовали план действий. На случай, если их провокации не сработают, среди этих 900 элит племени невероятных людей они все же посадили шпиона. План состоял в том, чтобы этот шпион поспешно атаковал Ангутянши, вовлекая других 19 игроков из своей команды в это противостояние. Это позволило бы Ангутянши и остальным свободно отомстить, вызвав тотальную битву в баре конец света. Можно было только представить себе последствия этого побоища. Однако, когда пришло время воплотить этот план в жизнь, Ангутянши начал колебаться. Он потратил немало усилий, чтобы помочь этому шпиону подняться в рядах племя невероятных людей. Лидер корпорации Ангела не был уверен, стоит ли выставлять его на показ из-за какой-то драки в баре. Это был его единственный шпион среди элитной команды племени невероятных людей. Ангутянши не мог просто так его потерять. Лидер корпорации Ангела поспешно взвесил свои варианты. Возможно, было бы бесполезно использовать шпиона. В конце концов, если бы Нэчерол Фиэнт и другие не попались на удочку, это было бы равносильно тому, что он потратил бы курицу, чтобы получить зерно риса. Тщательно продумав этот вопрос, Ангутянши решил отказаться от плана. Мы уходим. Резко бросил молодой человек. Ивел Монарк и Стоун Сплиттер не могли подавить поднявшиеся в душе чувства разочарования. Они уже выбросили линию, только чтобы вернуть ее обратно преждевременно. Однако подчиненные Ангутянши спокойно приняли это. Эй, вы, куча мусора, передайте это сообщение вашему боссу от меня. Если он осмелится проявить себя через час, он должен забыть о том, чтобы уйти живым. Стоун Сплиттер сказал это властным тоном. Нэчерол Фиэнт и Тиран Никол холодно рассмеялись. Какие большие слова от того, кого наш босс убил всего лишь одним ударом. Фыркнул Нэчерол Фиэнт. Ангутянши покинул бар с двумя своими подчиненными. Он бросил еще один нерешительный взгляд на потрепанный вход в бар Конца Света. Босс, давайте вернемся, сказал Эвел Монарк. Разместите здесь несколько воров. Если какой-то идиот с желанием смерти выйдет оттуда один, убейте его. Если они выйдут вместе, оставьте их в покое, сказал Ангутянши. Да сэр. Стоун Сплиттер кивнул. Группа из двадцати воров быстро прибыла в бар Конца Света. Они устроили засаду на улице, готовые наброситься в любое время на одиночного игрока, покинувшего безопасное пристанище. Когда враг ушел, атмосфера в конце света наконец-то успокоилась. Разъяренные игроки из племени невероятных людей были похожи на спящие вулканы. Почему босс еще не вернулся? Черт. Форумы заполнены насмешками от корпорации Ангела. Я действительно хочу преподать им урок. Давайте покажем им, кто настоящий мусор. Игрок стиснул зубы после просмотра веб-страниц. Несмотря на то, что они не желали ничего, кроме как пойти и встретиться с игроками из корпорации Ангела, члены племени невероятных людей послушно оставались в баре Конец Света и никуда не шли. А теперь вернемся в храм. Группа из тридцати человек под руководством Нирваны Флейма постепенно заботилась о здоровье падшего Ангела Бруфута. Примерно через двадцать минут его здоровье, наконец, упало ниже тридцати процентов. В тот же момент монстр впал в неистовство. Рев Бруфута сотряс всю святыню, когда по полу расползлись похожие на паутину трещины. Колено, ты обманула последователя света. Я, Бруфут, проклинаю тебя проклятием вечности. Пусть бог демонов окутает тебя вечной тьмой. Бруфут кричал, брызгая слюной. Зловещая, темная энергия упала на колену. Аааа, маленькие пятна тьмы появились на белоснежных крыльях колена и начали медленно распространяться. Ниянь посмотрел на окно статуса колены. Его лицо побледнело. Он быстро повернулся к остальным и сказал. Мы должны поторопиться и быстро убить Бруфута, иначе мы упустим этот шанс. Колена была подвержена проклятию темной погибели. Если мы не убьем Бруфута в течение пятнадцати минут, она умрет. Сердце каждого затрепетало. Каленна была единственной причиной, по которой они могли так долго выдерживать нападение Бруфута. Если бы она умерла, уничтожение команды было бы неизбежным исходом, не говоря уже о том, что ее смерть была конечной. Без боевого ангела Каленны кто знал, сколько потребуется времени, пока они не станут достаточно сильными, чтобы снова встретиться с Бруфутом. Поражение не было вариантом. Вот и все, ребята. Даже если нам придется сражаться до последнего стоящего человека, мы убьем Бруфута, несмотря ни на что. Команда горела боевым духом. Они были готовы поставить все, чем владели, на карту. Никчемные муравьишки. Бруфут взревел. Он ударил жестоким лучом меча. Уворачивайся. Несколько воинов отпрыгнули с дороги. Щит Божественного Бастиона. Вскричал Респлендент Блейдлайт. В воздухе появился Золотой Бог Войны, вооруженный гигантским щитом. Бу-у-у-у. Меч Бруфута и Щит Бога Войны столкнулись. До того, как Бруфут пришел в неистовство, им было трудно защищаться от его атак. Теперь его сила атаки увеличилась на 60%. Респлендент Блейдлайт был поражен ударной волной. Пройдя полдюжины метров по земле, он наконец восстановил равновесие. Чемпион немедленно бросился обратно в драку. Если бы это был любой другой рыцарь, он бы поддался жестоким атакам Бруфута. Только Блейдлайт мог оставаться на ногах и стать их величайшей линией защиты. Щит Громового Дракона. Блейдлайт снова вскричал. Раздался драконий рев, когда голубое электричество потрескивало вокруг его тела и превратилось в мощный барьер. Когда они убили Громового Дракона ранее, команде перепало немало хороших предметов. Одним из них был нагрудник Громового Дракона легендарного ранга 150 уровня, который теперь носил Блейдлайт. Другими двумя предметами были также куски снаряжения легендарного ранга 150 уровня, посох Громового Дракона и поножи Громового Дракона. Помимо Респлендент Блейдлайта, забравшего нагрудник, Андинг Скаундрил получил посох Громового Дракона, а Аквасмоук Стаб – поножи Громового Дракона. Эти три предмета значительно увеличили общую силу команды. В частности, нагрудник Громового Дракона значительно усилил защиту Блейдлайта. Это также пришло с дополнительным умением щит Громового Дракона. Если бы не этот навык, он бы, вероятно, уже попали под бешеные атаки Бруфута. Не я не обошел падшего ангела Бруфута, и выпустил бурю атак. Танья и другие также безжалостно засыпали Бруфута своими заклинаниями. Даже несмотря на то, что ни я ни другие использовали все, что только могли, Блейдлайту удалось использовать какой-то особый навык, чтобы удержать агро Бруфута, пока они держали борьбу под контролем. Когда корпорации Ангела и финансовая группа Век вошли в подземелье, они снова и снова и снова убивались впавшим в неистовство Бруфутом. Бруфут был совершенно непредсказуем в своем неистовом состоянии. Ни я ни другие могли только стараться изо всех сил адаптироваться по мере необходимости. Тело Бруфута внезапно вспыхнуло от палящего горячего пламени, которое вырвалось наружу. Дерьмо. Это навык адского моря. Блейдлайк немедленно наделил себя пятью навыками повышения сопротивления огню. Когда палящее горячее пламя обрушилось на него, урон над головой чемпиона достиг 20 тысяч единиц урона. Его сердце дрожало. Респлендент Блейдлайт поспешно выпил специальное зелье сопротивления огню. Не только чемпион, другие члены команды также пили свои зелья сопротивления огню после столкновения с огненной атакой. Должен ли я использовать мой навык божественного аватара? Спросил Респлендент Блейдлайт. Божественный аватар был его единственным наэком магического иммунитета. Он длился 80 секунд и имел время отката в два дня. Еще нет. Ниянь приподнял брови. У Бруфута осталось совсем немного здоровья. Лучше было сохранить это умение до тех пор, пока оно не станет абсолютно необходимым, чтобы они не оказались беспомощными в критический момент. Бруфут стал пылающим гигантом. Где бы он не проходил, появлялось черное пламя и продолжало бушевать. Маги поспешно отступили на большие расстояния. У воинов было достаточно здоровья, чтобы выдержать урон от ожога, но маги не продержались бы больше нескольких секунд. Превратись в пепел, взревел Бруфут. Он выпустил изо рта гигантские лучи пламени, сжигая все, что находилось в поле его прямой видимости. Пайнтит Муслин, Янг Севин и другие должны были непрерывно использовать свои исцеляющие заклинания, чтобы не дать Респленденту Блейдлайту и другим умереть. Ни Янг мы не можем идти своим исцелением в ногу с атаками этого монстра. Урон Бруфута слишком велик. Если лечение не будет продолжаться, линия фронта рухнет и вскоре после этого от заклинателей в Эрьергарде не останется и следа. Ситуация становилась отчаянной. Ластбой, Стрит Волчер, давайте наградим их гневом боговоды. Андинг Скаундрил с тревогой вскричал. Глаза Ластбоя и Стервятника загорелись. Трое из них нашли пустое пространство и образовали треугольник. С высоко поднятыми посохами они пели слог за слогом слова загадочного заклинания. Магическая энергия в атмосфере сильно колебалась, когда гигантский водоворот образовался за пределами храма. Вся энергия элементов воды в радиусе нескольких десятков километров сходилась в одной точке. Запрещенная магия, требующая объединения трех магистров. Гнев боговоды огромная циркулирующая масса элементальной энергии воды захлестнула падшего ангела Бруфута. Бруфут только что оттолкнул Блейдлайта и других фронтлайнеров, когда почувствовал это. Повернув голову с изумленным выражением на лице, падший ангел Бруфут был встречен видом водоворота воды, обрушивающейся на него. Пыша-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Вода превратилась в пар, когда вступила в контакт с черным пламенем на теле падшего ангела Бруфута, постепенно потушив его. Бруфут застрял в центре заклинания, пытаясь сдвинуться хоть на дюйм. Это было почти равносильно тому, как будто он погрузился в середину водоворота. Заклинатели воспользовались этой возможностью, чтобы обрушить как можно больше заклинаний на падшего ангела Бруфута. Бруфут хотел нанести удар по респленденту Блейдлайту, но даже движение его меча было затруднено в бушующей воде. Похоже, он двигался в замедленном темпе, когда падший ангел напрягся, чтобы двинуть своим двуручным мечом. Респлендент Блейдлайт легко избежал атаки Бруфута и нанес ответный удар, ударяя по его ноге. Гнев бога воды требовал трех элементалистов для своего сотворения. Они могли свободно контролировать энергию элементов воды в вихре, используя ее для подавления врага, тем самым помогая своим союзникам. «Неплохо, совсем неплохо», — с усмешкой заметил Блейдлайт, наблюдая за борьбой Бруфута внутри водоворота. «Вы наглые смертные». Падший ангел Бруфут взревел. Независимо от того, сколько он прилагал усилий, чтобы избежать оков гнева бога воды, Бруфуту это было не под силу, поэтому он мог только кричать, чтобы выпустить свою ярость. Целых три минуты спустя вихрь наконец начал демонстрировать признаки угасания. Бруфут потерял 10% своего здоровья за эти несколько минут. Гнев бога воды подходит к концу. Андинг скаундрил с тревогой вскрикнул. Как только Бруфут вырвется на свободу, он снова станет непобедимым существом. «Святые маги, используйте вместе со мной карающий меч», — воскликнула Сия. В этой группе было два других святых магистра. Они сгруппировались вместе с Сия. С ней в качестве ядра формирования, триа начала пить. Торжественная святая аура пронизывала обстановку. Пение не заняло много времени. 10 секунд, 9 секунд, 8 секунд. Гнев бога воды постепенно рассеялся. В тот момент, когда падший ангел Бруфут собирался вырваться на свободу, перед Сия сформировался гигантский меч света. Одно из самых сильных запрещенных заклинаний святого магистра, карающий меч. Это было суперэффективное заклинание против существ тьмы. Меч света был в несколько раз больше, чем уничтожающий разрезния. Бум! Ослепительный клинок обрушился на падшего ангела Бруфута и вонзился в ближайший столб. 33 275 119. Комбинация запрещенной магии с заклинанием одноцелевого типа, разыгранная тремя святыми магистрами, не должна была рассматриваться свысока. Когда они противостояли громовому дракона, они не осмеливались использовать эти заклинания. В конце концов, игроки отказались тратить свои самые сильные козыри на побочного босса. Однако сейчас они не сталкивались с каким-то незначительным существом, они сражались с финальным боссом специального подземелья. Все присутствующие могли свободно использовать любой навык или способность, которые ждали своего часа в их арсенале. Бруфут только что избежал гнева бога воды, только чтобы получить удар еще одним мощным комбинированным заклинанием. Выбравшись из-под обломков, он поднялся на ноги. Здоровье падшего ангела упало до 12%. Он выглядел немного ошеломленным. Карающий меч имел дополнительный эффект оглушения. Секунды текли одна за другой. Бруфут собирался оправиться от оглушения. Еще какие-то навыки управления толпой. Ребята, я ничего предложить не могу. У меня все на перезарядке. Заклинания, подобные гневу бога воды и карающему мечу, были не из тех, что росли на деревьях. Андингскаундрил, Сия и другие магистры выучили их в магической башне в крепости Крипс. Требования к их изучению были чрезвычайно строгими. Им удалось выучить только два таких заклинания. Команда посмотрела на Бруфута, точнее на его шкалу здоровья. Там очевидно оставалось еще 12%. Они не могли перестать задаться вопросом, каким образом можно было снять эти оставшиеся проценты здоровья. Падший ангел Бруфут окончательно оправился от оглушения. Его избиение все это время приводило монстра в ярость. Его глубокий баритоновый смех потряс всю святыню, когда падший ангел взмахнул крыльями и взлетел к потолку. Неистовая энергия перетекла в окружающую среду. Бруфут напоминал разъяренного демонического бога. Внезапно потолок храма превратился в черную пустоту. Все чувствовали, что их перенесли в другое измерение. Огромная пустота была похожа на огромный резервуар тьмы. Вместо того, чтобы ощущаться как пустое место, это пространство оказало огромное давление на игроков. Падший ангел Бруфут зловеще плыл в этой бесконечной тьме. В конце концов, от святыни ничего не осталось, когда они оказались в кромешной тьме. Над темным небом нависла огромная кровавая луна. Че что происходит, я не знаю. Все судорожно вдохнули поглотку холодного воздуха. Это был их первый опыт такого события. Как будто они прибыли в совершенно другой мир. Хотя мастера были немного встревожены, маги смогли сохранить максимальный урон. Вы, ничтожество, насекомые. Добро пожаловать в мой мир тьмы. Здесь жизнь и смерть находятся под моим контролем. Прежде чем я отправлю вас в загробную жизнь, я хочу, чтобы вы ощутили истинную силу демонического бога. Бруфут маниакально хихикнул. Когда он начал повторять заклинания, циклон темной энергии обрушился на группу Ниеня. Сильная тьма грозила поглотить всю присутствующую жизнь. Тревога превратилась в откровенный страх. Их лица бледнели. Что это за магия? Темнота наступила спереди. Великое очищение. Великое очищение. Янг Севин, Пентит Муслин, Блэк Хевин и другие быстро отреагировали и использовали свою магию, чтобы очистить тьму. Когда столкнулись два противоборствующих элемента, большая часть тьмы рассеялась. Тем не менее еще больше энергии тьмы поступало из окружающей среды, уподобившись бесконечному приливу. Все отчаялись. Это было именно то, чего все они опасались. Ситуация выглядела так, словно должна была завершиться неизбежным уничтожением команды. Небесный бастион. Дарк Реквием выкрикивал слова своего заклинания. Белая мембрана света быстро расширялась наружу и окутывала всех внутри. Дарк Реквием был хранителем. Большинство его заклинаний были защитными, как этот священный барьер. Окружающая тьма врезалась в барьер, как массивный цунами. Барьер заблокировал тьму от проникновения внутрь. Однако под непрекращающимся нападением он время от времени мерцал, как угасающее пламя. Дарк Реквием почувствовал, как его мана истощается. Половина его 20 тысяч единиц маны уже исчезла. У меня мало маны. С тревогой воскликнул Дарк Реквием. Он поспешно выпил специальное зелье маны. Небесный бастион был довольно уникальной защитной магией. Если бы у заклинателя была безграничная мана, это заклинание длилось бы вечно. Независимо от того, сколько урона получил барьер, мана заклинателя восстановит его в одно мгновение. Однако когда заклинателю не хватило маны, барьер автоматически исчезал. Это небесный бастион? Янг Севин спросила с удивлением. Увидев, что барьер стоит на грани крушения под атакой тьмы, он тихо сказал. Я протяну тебе руку помощи. Молодой Семеро поднял посох и начал переносить свою ману в барьер. Святые магистры, архиепископы и хранители могли перенести свою ману в барьер. Я тоже тебе помогу. Эй, ребята, и про меня не забудьте. Пойнтит Муслин, Блэк Хевин, Блу Ярд Трет и другие начали поддерживать барьер своей маной. Тьма была как приливная волна, врезавшаяся в барьер и заставляющая его сильно дрожать. К счастью, из-за того, что 8 товарищей по команде снабжали его маной, барьер держался, хоть и с трудом. Однако, несмотря на то, что сейчас все было хорошо, стоимость маны была предельной. Это не то, что может исправить специальное зелье маны. У них закончится мана, и скорее раньше, чем позже. Дерьмо. У нас недостаточно маны. Еще одна минута, это самое большее, что мы можем сделать. Босс, что нам делать? Нам нужно действовать быстро. Дарк Реквием с тревогой вскрикнул. У всех нервы были натянуты. Ни Янь посмотрел на колену, плавающим над его плечом. Казалось, она поняла, чего хотел молодой человек. Подняв свой маленький посох в небо, она позволила бескрайней святой энергии пролиться с черного неба. Барьер, который был на грани разрушения, осветился ослепительным сиянием и стал во много раз сильнее. Водоворот тьмы больше ничего не мог с этим поделать. Все вздохнули с облегчением. С помощью коленны барьер не сломается в ближайшее время. Хотя они понятия не имели, насколько велик ее запас маны. Учитывая предыдущие умения боевого ангела, он был намного больше, чем у любого из присутствующих. Темнота неслась вперед, обрушиваясь со всех сторон, как бушующий поток. Поддержание магии такого масштаба требовало удивительного количества маны. Падший ангел Бруфут верил, что он может убить группу Ниеня в считанные секунды в этом мире тьмы. Однако прошло несколько минут, но барьер все еще стоял. Его мана начала иссякать. Поняв, что колено поддерживает барьер, падший ангел Бруфут наконец сдался. Глубоко вздохнув, он высосал всю темноту из окружающей среды, втянув ее обратно в себя. Циклон Тьмы окончательно рассеялся. Реквием, отмени барьер, сказал Ниянь. Небесный бастион также лишил их возможности атаковать противника. Спадшим ангелом Бруфутом, прерывающим свой магический каст среднего ранга, казалось очевидным, что он, скорее всего, не сумеет использовать что-то подобное в ближайшее время. Гибельный циклон, вероятно, также имел некоторое время перезарядки, иначе у них не было бы надежды на победу. Им было необходимо быстро убить падшего ангела Бруфута. Оставалось всего 10 минут до того, как проклятие поглотит боевого ангела колену. Понял. Дарк Реквием кивнул, рассеивая свой небесный бастион. Все посмотрели в небо и увидели, что падший ангел Бруфут задыхается. Вероятно, использование этой магии нанесло большой урон самому заклинателю. Давайте сделаем это. Мы не можем потерпеть неудачу сейчас. Убейте Бруфута. Ниянь закричал. Глядя на падшего ангела Бруфута, он прыгнул в воздух и кинул кинжал падший ангел Бруфут, взмахнув крыльями, избежал атаки Нияня. Затем он ударил мечом, посылая несравненный луч меча, летящий колесиком к земле. Бум! Земля была разорвана на части. Однако атака никого не ударила. Кастеры уже использовали мгновенное перемещение. Еще один промах. Бруфут не был медленным. На самом деле, его атаки были очень быстрыми. Если бы это были какие-то другие маги, они бы точно были уничтожены в одно мгновение. Тем не менее это были одни из самых опытных магистров. Их рефлексы были чрезвычайно стремительными, если не сказать молниеносными. При нормальных обстоятельствах их невозможно было поразить, если вы не использовали масштабную ай-атаку, такую как гибельный циклон. Падший ангел Бруфут никогда не ожидал, что группа Ниянь переживет цикл гибели. Потребовалось много маны, и у него не было маны, чтобы быстро его пополнить. Магистры безжалостно бомбардировали Бруфута заклинаниями, когда различные магические взрывы освещали мир тьмы. После изящной посадки на землю Ниянь отскочил назад в воздух и нанес удар Бруфуту в спину с помощью отбойника. Молодой человек почувствовал странные ощущения, когда его атака приземлилась. Покалечить не получилось. Сердце Нияня затрепетало. Наглый муравей. Бруфут яростно рассмеялся. Он ударил ладонью в сторону Нияня. Журавль атаковал жука. Пойманный в самый разгар прыжка, молодой человек не мог уклониться. Он быстро защитился с помощью барьера темного сияния восьмого ранга. Бинг. Его заставили пролететь несколько десятков метров, прежде чем врезаться в землю. Какая пугающая сила. Ниянь посмотрел на свое здоровье. Он получил более 30 тысяч урона даже через щит. Падший ангел Бруфут уже собирался преследовать Ниянь, когда к нему метнулись три шара света. Когда они находились всего в метре от Бруфута, закричал Танья. Взрыв. 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 Бум. Три огромных взрыва поглотили Бруфута. Трещины распространились по броне Бруфута. Мелкие жуки. Он был как разъяренный зверь, не желая ничего, кроме как разорвать Ниеня и компанию в клочья и пировать на их останках. Три минуты спустя здоровье Бруфута упало до трех процентов. Почти готово. Каждый чувствовал надежду в своих сердцах, когда в них бурлило неописуемое волнение. Магистры активировали такие умения, как арканную перезарядку, элементальную перезарядку и святую перезарядку. Скорость их каста утроилась, а время перезарядки практически отсутствовало. Мана высасывалась из их тел, когда магистры обрушивались на врага во всю свою свирепую магическую силу. Падший ангел Бруфут взрывел неистово. Он поднял свой великий меч в небо, когда слоги заклинания на древнем языке потекли из его уст. Волшебная энергия в атмосфере начала сильно дрожать. Ни я ни компания чувствовали, как побледнели их лица. Еще одна магия. Последний гибельный циклон почти уничтожил их. Какое заклинание будет на этот раз? Прикончите его. Быстро покончите с ним с помощью финальных навыков. Танья с тревогой вскрикнул. Если бы падшему ангелу Бруфуту было позволено обрушить на них эту магию, они бы точно умерли. Тогда все их усилия были бы выброшены на ветер. Заклинание, которое произносил Бруфут, казалось даже более мощным, чем гибельный циклон. Убейте его, кто-нибудь, убейте его. Респлендент Блейдлайт, Лейсу и другие воины прыгнули в воздух и попытались покончить с Бруфутом с помощью одного из своих финальных навыков. Это была их последняя возможность. Казнь, казнь. Один меч за другим обрушился на Бруфута. Однако все они привели к промахам. Магические колебания становились все более жестокими. Заклинание приближалось к завершению. Они должны были остановить это прямо сейчас, если надеялись победить Бруфута. Ниянь глубоко хмыкнул и прыгнул в воздух, поменяв кровавый кинжал на меч Зинарда. Молодой человек обрушился на Бруфута адской казнью, когда его клинок запылал темно-красным светом. Вероятность успеха адской казни была намного выше, чем у обычной казни. Плесы в хаты. Меч Зинарда вонзился в спину упадшего ангела Бруфута, когда кровь выплеснулась в воздух. 12-555-555. Успех. Глаза Нияня загорелись. ГХНК. Пение падшего ангела Бруфута внезапно прекратилось. Различные члены команды, внезапно увидев падающего с неба Бруфута, в шоке расширили глаза. Мы сделали это. Я не могу в это поверить. Ты потрясающий, босс. Все разразились аплодисментами. Окружающая тьма постепенно рассеялась, когда храм снова обрел форму. Да, сердце Нияня билось от волнения. С поражением падшего ангела Бруфута фрукт короля драконов будет принадлежать ему. Его темнокрылый дракон скоро прорвется на девятый ранг. Ниянь внезапно почувствовал пугающую энергию берсерка, проникающую в окружающую среду. Он бросил взгляд на труп Бруфута, который набухал от летучей красной ауры. Дерьмо. Все, выбирайтесь из храма, торопитесь. Ниянь торопливо закричал. Босс, что происходит? А? Почему босс прервал их празднование? Было уже слишком поздно. Бум! Кровавый свет окутал всех, когда в небо поднялся гигантский шлейф. Весь храм сильно затрясся, балансируя на грани краха. Даже те, кто вернулся в город грехов, почувствовали ударную волну. В баре в северном районе города грехов Ангутянши беспокойно ерзал. Уже прошел час, но группа безумного разбойника все еще не показала никаких признаков отказа от специального подземелья. Может быть, они были близки к получению фрукта короля драконов? Все на краю света почувствовали два предыдущих магических колебания в воздухе. По интенсивности они могли сказать, что у них было два мощных запрещенных заклинания. Скорее всего, битва достигла апогея. Именно поэтому Ангутянши так волновался. Если бы Нирвана Флейм победил падшего ангела Бруфута, это нанесло бы ущерб корпорации ангела. Бум! Гигантский взрыв сотряс край мира. Че что это было? Ангутянши спросил удивленно. Босс это пришло со стороны храма. Мощь этого взрыва была даже сильнее, чем запрещенная магия. Сердце Ангутянши упало. Это был козырь, который спас Нирвану Флейма. Чувство ужаса нахлынуло в сердце Ангутянши. Почему казалось, что небеса всегда были против него? Босс Блекхаук отправил нам свой отчет. Племя невероятных людей уничтожено. Многие души появились на кладбище рядом со святыней. Мы не знаем наверняка, был ли среди них Нирвана Флейм. Несмотря на то, что теневые священники могли обнаружить духов, у них не было возможности определить внешность он их. Ангутянши разразился смехом. Итак, эти ребята все-таки были полностью уничтожены. Хотя я должен им поаплодировать. Они продержались дольше, чем мы, но этого все еще недостаточно. Так и должно быть, молодой человек почувствовал, как с его плеч сняли огромный груз. Лидер корпорации Ангела повернулся к другим и сказал, битва скоро начнется. У племени невероятных людей не будет второго шанса. Приготовьтесь, сегодня мы сокрушим племя невероятных людей и дадим им значить, что именно мы являемся истинными правителями праведной фракции. Ангутянши был полон амбиций. Он долго ждал этого дня. От храма осталось не так уж много. Части этого сооружения были разрушены, с массивным кратером в центре. Самоуничтожение падшего ангела Бруфута было слишком пугающим. Труп падшего ангела Бруфута исчез без следа. Посреди храма лежат 30 трупов. Это были не я, не компания, все они. Взрыв пришел слишком быстро. У них просто не было возможности своевременно среагировать. Примерно через полминуты палец не и не дернулся, когда он постепенно пришел в себя. Он сел и посмотрел вокруг на царившее здесь разрушение. Сила этого взрыва была слишком шокирующей. К счастью, у него была способность к оживлению, которая позволила молодому человеку вернуться к жизни в течение определенного периода времени. Ниянь вскочил на ноги и заметил все свои предметы на земле, включая лезвие бога смерти, боевой молот Патерностера и главы из книги мира. Он поспешно поднял их обратно. Молодой человек вдруг подумал о чем-то. Падший ангел Бруфут самоуничтожился. Тогда как насчет фруктов короля драконов? Если бы фрукты были уничтожены во время взрыва, все их усилия были бы напрасны. Ниянь обыскивал место взрыва. В куче щебня парень заметил красный фрукт размером с голову. Он был ярко алым, как огненный шар, излучая сверкающую энергию, которая распространялась по всему окружению. Фрукт короля драконов. Сердце Нияня пропустило удар. Он мог чувствовать самую чистую энергию, исходящую от фрукта короля драконов. Это был определенно необычный предмет. Все драконы жаждали отведать этого фрукта. Если его съест кто-то ниже девятого ранга, они мгновенно прорвутся к следующему. Внутри области для питомцев Нияня темнокрылый дракон и призрачный дракон, казалось, учуяли запах фрукта короля драконов. Они начали беспокойно передвигаться. Ниянь пошел к фрукту короля драконов, чтобы поднять его. В этот момент остальные 29 членов команды вернулись в храм в форме духа. Вы хотите воскреснуть? Да. Вы хотите воскреснуть? Да. Лучи света вспыхнули, когда все ожили. Вернувшись к жизни, они были в ослабленном состоянии. Игроки сели обратно и восстановили здоровье Иману. Почувствовав чистую энергию в воздухе, они все посмотрели на Нияня. Их глаза мгновенно сфокусировались на фрукте в его руке. Это фрукт короля драконов? Такая чистая энергия. Респлендент Блейдлайт задыхался от восхищения. Это был знаменитый предмет, который мог позволить летающему маунту прорваться напрямую. Мы сделали это. Мы наконец получили его. Ха. Я уже могу представить себе лицо Ангу Тянши, когда он видит темнокрылого дракона 9 ранга, усмехнулся Аквасмоукстап. Все были в восторге. Несмотря на то, что они дважды были уничтожены, им удалось получить фрукт короля драконов. Помимо фруктов короля драконов Ниянь также обнаружил среди обломков яйцо дракона. Оно было овальной формы и размером с умывальник. Черные спирали обвивали белую раковину, создавая странные отметины. Ниянь уже видел свою долю драконьих яиц, но это был первый раз, когда он видел такую уникальную внешность. Хаэм. Летающий маунт или обычный питомец. Ниянь приподнял брови. Он поднял яйцо дракона и убрал его в сумку. Молодой человек собирался в первую очередь его оценить, прежде чем принимать какие-либо решения. Не имея больше добычи, Ниянь вызвал темнокрылого дракона. Темнокрылый дракон тут же уставился на плод короля дракона на ладони своего хозяина, нетерпеливо размахивая хвостом. Все выглядели преисполненными ожидания. Время пришло, какие изменения произойдут в темнокрылом драконе. Ниянь подбросил фрукт короля драконов в воздух. Глаза темнокрылого дракона зажглись от радости. Летающий маунт подпрыгнул и сожрал его. Плод растаял в потоке энергии, которая стекала в его желудок. Темное сияние начало циркулировать вокруг тела темнокрылого дракона, когда из него вырвалась мощная аура. Подавляющее давление грозило раздавить тех, кто в храме, до полусмерти. Они быстро отступили далеко назад, откуда и стали наблюдать трансформацию темнокрылого дракона. Какой могущественный дракон из него получится? Чешуйки темнокрылого дракона начали опадать, но на смену им пришли новые, которые испускали слабый фиолетовый блеск. Их цвет постепенно углублялся, превращаясь из простого черного в насыщенный обсидиан. Эти новые сверкающие чешуйки выглядели совершенно неуничтожимыми. Изменения не остановились только на этом. Аура темнокрылого дракона продолжала расти, увеличиваясь в размерах. Ниянь чувствовал, как барьер, препятствующий его продвижению, рушится перед лицом безграничной энергии фрукта короля драконов. Бум! Тело темнокрылого дракона загорелось бушующим черным пламенем, которое обвилось вокруг фигуры летающего маунта, как у Феникса, переживающего свое перерождение. Пронзительная тьма захлестнула окрестности. Ниянь открыл страницу статуса темнокрылого дракона. Его летающий маунт наконец прорвался к девятому рангу. Респлендент Блейдлайт и остальные издалека смотрели на темнокрылого дракона. Он вырос до 9 метров в высоту с размахом крыльев более десятка метров, а его чешуя горела неугасимым черным пламенем. Это источало властное давление, не похожее на то, что они испытывали раньше. Это было могущественное существо, которое стояло в самом верху пищевой цепочки. Так это и есть летающий маунт девятого ранга? Удивительно! У самых сильных летающих маунтов корпорации ангелов всего лишь седьмой ранг, и их не более 20. Тебе даже не придется волноваться об их других летающих маунтах, теперь они не могут оставить царапину на темнокрылом драконе. Это существо по большей части теперь непобедимо. Респлендент Блейдлайт, Андинг Скаундрил и другие не могли сдержать вздоха восхищения. Летающий маунт девятого ранга под контролем их босса, несомненно, продемонстрировал бы потрясающее боевое мастерство. Думая о предстоящем воздушном сражении с корпорацией ангела, они начали ощущать, что их кровь кипит. Это определенно станет поворотным моментом в войне. Махнув рукой, Ниянь вернул темнокрылого дракона обратно в пространство для питомцев. Если мы все уйдем, корпорации ангела нужно будет только проверить, закрыто ли подземелье, чтобы выяснить, что мы получили фрукт короля драконов. Мы не можем позволить им начать готовить контрмеры. Кто готов остаться позади? Пока один из нас останется здесь, подземелье не закроется, и ангутянши будет думать, что мы застряли внутри, сказал Ниянь. Я сделаю это, сказал андингскаундрил. Кивнул Ниянь. Хорошо, ты остаешься здесь в режиме ожидания. Обрати пристальное внимание на битву. В тот момент, когда я появляюсь со своим темнокрылым драконом, ты можешь уйти. Понял, босс. Импульсивно воскликнул андингскаундрил. Это было необходимо, чтобы обмануть корпорации ангела. Пойдемте, ребята, наденьте плащи и следуйте за мной. Проследите, чтобы нас никто не заметил, сказал Ниянь. Да, все, кроме андингскаундрила, ушли. Они тайком пробрались через боковой вход. 29 человек покинули святилище, но поскольку один игрок все еще был внутри, подземелье не закрылось. Окрестные разведчики подумали бы, что Ниянь и остальные все еще внутри. К тому времени, когда они осознали бы свою ошибку, было бы уже слишком поздно. Уловка во всей красе. Срок битвы быстро приближался. Игроки племени невероятных людей в бар Конец Света начинали сильно волноваться. Почему босс еще не вернулся? У нас осталось всего 10 минут. Если он не вернется в ближайшее время, и мы не появимся, нас будут считать трусами. Да ладно, босс, вернись вовремя. Нейчерол Фиэнд и тиран Никол Горько улыбнулись. Они изо всех сил старались успокоить своих товарищей по гильдии, но парни могли сделать не так уж и много. Если Нирвана Флейм и другие не вернутся в ближайшее время, это будет огромный удар по моральному духу. Нейчерол Фиэнд собирался послать шепот Нирване Флейму, спрашивая, что происходит, когда сам получил сообщение. Его глаза вспыхнули незаметным светом. Более не сомневаясь, он повернулся к игрокам племени невероятных людей в баре и спокойно объявил. Я только что получил обновление от босса. Что-то появилось в подземелье. Таким образом, они задержатся там на некоторое время. Он верит, что мы победим в этой битве за него. Вокруг бара начала проявляться тревога, когда побледнели лица. Как мы должны сражаться без босса? Правильно. Это невозможно. Без босса и остальных у нас только три летающих мага седьмого ранга на нашей стороне. Что такое? Я не знал, что вы были кучкой бесполезных инструментов. Возьми себя в руки. Боссы остальные попали во временную проблему. Они придут помочь нам, когда смогут. Но даже если это займет у него немного больше времени, нам все равно нужно показать корпорации ангела, что нас не так легко спровоцировать. Мы преподадим им урок, который они никогда не забудут, сказал Тиран Никол. Хотя эта речь помогла всем успокоиться и позволила им перестать паниковать, сердца игроков все еще были полны сомнений. У них действительно был шанс, когда их самые сильные участники были все в подземелье. Помните, в этой битве не вступайте в прямой контакт с врагом. Сражайтесь, только если сможете победить. Если вы не можете, отступите или кайтите их назад. Задержите врага как можно дольше, пока не пребудет подкрепление падшего ангела. Они почти здесь, проинструктировал товарищей Нейчерол Фиинд. Все собрались в свои ряды по приказу Нейчерол Фиинда и Тиран Никола. Выйдя из бара Конец света, они все вызвали своих летающих маунтов. В небо взлетело около тысячи игроков. Бои также были запрещены в саду шириной в несколько сотен метров окружающим бар Конец света. Таким образом, игрокам не нужно было беспокоиться о том, что они попали в засаду. Нейчерол Фиинд и Тиран Никол смотрели на северный район города грехов. Воздушные силы корпорации Ангела были уже полностью собраны. Они были похожи на темное облако, закрывающее небо. Гильдии и команды со всех концов стекались в город грехов. Многие были здесь, чтобы наблюдать за битвой, а также в надежде заполучить любые упавшие ядра жизни. Ядра жизни пятого ранга и выше были чрезвычайно ценными. Продажа может позволить обычному игроку превратиться в эксперта, похожего на карпа, перепрыгивающего через ворота дракона. Многие второсортные игроки из племени невероятных людей и корпорации Ангела также были на месте. Они естественно не могли позволить своим плодородным водам течь в чужие поля. Эти свидетели начали шевелиться, когда появились воздушные силы племени невероятных людей. Здесь сосредоточено около 80% воздушных отрядов племени невероятных людей и корпорации Ангела. Это было предвестником захватывающей битвы. Как вы думаете, кто победит? Я не уверен, но я бы, вероятно, хеджировал свои ставки на корпорацию Ангела. У них есть численное преимущество над племенем невероятных людей, полторы тысячи против тысячи. Кроме того, племя невероятных людей почти не приложили таких усилий для повышения своей воздушной силы. Все это знают. Конечно, это может быть правдой. Но позволь мне спросить тебя об этом. Ты когда-нибудь видел, чтобы корпорация Ангела претендовала на явную победу над племенем невероятных людей? Пока что сражения между обеими сторонами были довольно ровными. Только один человек может сместить это равновесие в свою сторону. И это Нирвана Флейм. Да, но разве ты видишь его? Я нет. Я слышал, что он и другие высшие элиты племени невероятных людей застряли в подземелье. Какого черта? Почему они занялись зачисткой подземелья в такое важное время? У меня есть чувство, что он появится. Корпорация Ангела всегда держала преимущество в небе, но окончательный результат сегодня трудно предсказать. Это не значит, что племя невероятных людей не привыкло быть аутсайдером. Если Нирвана Флейм осмелился принять вызов Ангу Тянши, значит у него есть что-то припасенное в рукавах. Наблюдатели горячо обсуждали друг с другом текущую ситуацию, когда они смотрели в воздух, где бесчисленные летающие маунты закрывали небо, пролетая мимо. Это, безусловно, было самым захватывающим воздушным сражением с момента выхода игры. Все, слушайте мои команды, разделитесь на две группы. Помните, разделяй и властвуй, не связывайся с врагом слишком долго. Командовал Нейчер Олфиинт. Взглянув на предыдущие сообщения, он понял, что Нирвана Флейм хотел выманить вермил Леон Гарут. Их сети пламени действительно представляли большую угрозу. Только после того, как с ними справиться, можно будет почувствовать себя свободно. Нейчер Олфиинт догадался, что лидер гильдии и другие уже прячутся в углу, ожидая идеальной возможности для удара. Две воздушные силы столкнулись лицом к лицу, каждый мог чувствовать напряжение в воздухе. Нейчер Олфиинт посмотрел на ряды врага и заметил Ангу Тянши, стоящего на вершине серебряного дракона. Его зрачки сжались, Ангу Тянши также сумел приобрести летающего маунта с типом дракона. Когда часы достигли назначенного времени, летающие маунты полетели вперед, как рой саранчи. Две силы ожесточенно столкнулись, когда небо превратилось в хаотичное поле битвы. Крики бесчисленных летающих маунтов эхом разнеслись по городу грехов. Серебряный дракон Ангу Тянши был похож на острый меч, когда он пронзил ряды племени невероятных людей. В то время, как у корпорации Ангела было 27 летающих маунтов седьмого ранга, в племени невероятных людей было только три. Это преимущество быстро стало очевидным. Летающие маунты падали с неба и врезались в здания игроков в городе грехов ниже. Братья, убейте их! Покажите этим муравьям из племени невероятных людей наши силы! Убить их всех! Стоун Сплиттер закричал во все легкие, погрузившись в безумное убийство, когда его грифон пронесся сквозь все на своем пути. Убейте их! Боевые крики игроков из корпорации Ангела сотрясали воздух. Половина их летающих маунтов седьмого ранга набросилась на силы племени невероятных людей. Нечерол Фиэнд, мы не сможем долго продержаться! Они слишком сильны! Закричал какой-то маг. Что же нам делать? Тиран Никол, Миракл Денсер, следуй за мной! Нечерол Фиэнд крикнул. Три игрока приказали своим летающим маунтам седьмого ранга спуститься вниз. Ветряная змея шестого ранга пересекла их путь. Золотой королевский грифон Тиран Никола острыми когтями вцепился в спинц ветряной змей. Штормовой ястреб Нечерол Фиэнд и темный Альбатрос Миракл Денсера отставали всего на секунду. Псфхт! Псфхт! Кровь брызнула в воздух, когда ветряная змея была разорвана на куски. Спрыгнув на его труп, Тиран Никол взломал голову летающего маунта своим кинжалом и выкопал ядро жизни, прежде чем прыгнуть обратно на своего грифона. От начала до конца этого противостояния прошло не более нескольких секунд. Я сохраню это ядро жизни, сказал Тиран Никол с ухмылкой. Конечно, ты можешь забрать его, маленький сопляк. Похоже, учения босса были не напрасны, усмехнулся Нечерол Фиэнд. Мне еще многое предстоит узнать. Если бы он был здесь, он мог бы в одиночку уничтожить летающего маунта седьмого ранга, Тиран Никол покачал головой с кривой улыбкой. Он непроизвольно представил себе стиль Нирваны Флейма в воздушном противостоянии. Игроки и корпорации Ангела в окрестностях дрожали от страха. Несмотря на то, что летающие маунты шестого ранга не могли сравниться с летающими маунтами седьмого ранга, между ними все-таки был не настолько большой разрыв, чтобы шестиранговый маунт мог быть убит одним махом. У этой ветряной змеи даже не было возможности убежать. Не говоря уже о том, что враги казались довольно расслабленными, даже обменивались беззаботным стебом. Нечерол Фиэнд, Миракл Денсер и Тиран Никол следующим убили громового ястреба. Их командная работа была непревзойденной. Группа летающих маунтов седьмого ранга приближается к нам, в том числе Три Вермил Леон Горуды. Действуем в соответствии с первоначальным планом, крикнул Нечерол Фиэнд. Триа заставила своих летающих маунтов нырнуть вниз в лабиринт зданий внизу. Битва была в полном разгаре. Ее исход будет определять ход всей войны. Таким образом, ни одна из сторон не сдерживала ничего. Серебрянокрылый дракон Ангутянши быстро убил трех летающих маунтов противника. Чешуя летающего маунта была окрашена в малиновый цвет крови его жертв и блестела под солнечным светом. Ангутянши нацелил свой лук на Грифона, летящего к нему и выпустил три стрелы. Бум, бум, бум. Три стрелы взорвались от удара и заставили Грифона отлететь назад. Губы Ангутянши изогнулись в холодной улыбке. Парень заставил своего серебрянокрылого дракона, когти которого были окрашены в светло-зеленую жидкость, рвануться вперед. Песы в хаты. Они безжалостно вонзились в крылья Грифона, отчего кровь брызнула в воздух. Скриииии. Грифон закричал в агонии, когда яд быстро распространился по его телу. Крылья летающего Маунта отмерли, когда они почернили. Всадник приказал своему Грифону сбежать, но обнаружил, что тот был парализован. Глаза игрока расширились в тревоге. Что это был за яд, чтобы быть эффективным против Грифона? Надо было знать, что Грифоны славились своей высокой устойчивостью к ядам. Обычные яды были бесполезны для них. Серебрянокрылый дракон открыл пасть и взорвал голову Грифона обжигающий горячим пламенем. Бум! Грифон некоторое время корчился в агонии в огне, прежде чем наконец обмяк. Серебрянокрылый дракон выпустил свои когти, позволив трупу упасть с неба. Как безжалостно, точно таким же способом Ангутянши вывел из строя другого летающего Маунта шестого ранга. Крики Грифона предупредили игроков племени невероятных людей в окрестностях. Это Ангутянши. Окружите его. Давайте убьем его и отомстим за наших погибших братьев. Отряд из двадцати летающих Маунтов шестого ранга набросился на Ангутянши. У вас, дураков, есть желание смерти. Ангутянши холодно фыркнул. Парни, избавьтесь от этих вредителей. Под его командованием два летающих Маунта седьмого ранга и более тридцати летающих Маунтов шестого ранга бросились вперед, чтобы поприветствовать противника. Босс Ивелмонарк возглавляет полет, чтобы выследить трех летающих Маунта племени невероятных людей седьмого ранга. Если нам удастся вывести этих троих из сражения, то можно считать, что это битва за нами. Босс списки лидеров летающих Маунтов с тревогой вскричал воин, чего? Ангутянши нахмурился, что может быть настолько неотложным, что не может дождаться окончания этой самой важной битвы. Эннирвана Эффлейм, его темнокрылый дракон, попытался объяснить воин, чувствуя, как его охватывает страх. Ангутянши скользнул взглядом по спискам лидеров летающих Маунтов. Темнокрылый дракон все еще занимал первую позицию, но его ранг изменился с восьмого до девятого. Лидер корпорации Ангела почувствовал, как бомба взорвалась в его голове, как это было возможно, почему темнокрылый дракон стал девятого ранга, фрукт короля драконов, было ли это действительно возможно, это было слишком невероятно. Его поразила внезапная мысль, от которой лицо Ангутянши побледнело. Скажите ревелмонарку, чтобы он выбрался оттуда прямо сейчас, но было слишком поздно. Несравненно сильный крик дракона раздался на небосводе, заглушая звуки всех других летающих Маунтов на поле битвы. Глядя на запад, можно было увидеть, как огромный небесно-черный дракон парил в небе. Это существо было похоже на маленькую гору с размахом крыльев более десятка метров. Его чешуя сверкала, как драгоценности, под солнечным светом. Турбулентность от взмаха драконьих крыльев могла ворваться в окрестности, вызывая дрожь всех летающих Маунтов. Эта самая пугающая древняя Аурас высоко взирала на все сущее. Летающие Маунты 7 ранга были еще в несколько лучшем состоянии, но летающие Маунты 6 ранга теряли голову в страхе, в то время как летающие Маунты 5 ранга и нижние практически падали с неба. Могущество драконьего страха существа 9 ранга было представлено во всей красе. Игроки из племени невероятных людей разразились аплодисментами. Это босс. Босс свернулся. Боже мой, его темнокрылый дракон уже 9 ранга. Мораль игроков взлетела. Члены племени невероятных людей чувствовали бесконечную уверенность, когда они бросались на врагов, как прилив. Игроки на земле не могли поверить своим глазам, сильно растирая их кулаками после первоначального паралича от невероятного шока. Иисус и Дева Мария, темнокрылый дракон прорвался. Как Нирвана Флейм сделал это? Я проверил списки лидеров всего 15 минут назад, и это чудовище было все еще 8 ранга. Таблицы лидеров обновляются каждые 10 минут. Я предполагаю, что темнокрылый дракон только прорвался только сейчас. Но, черт побери, его аура способна подавить всех других летающих Маунтов на поле битвы. Должно быть, тот фрукт короля драконов из особого подземелья. Племени невероятных людей удалось победить, падшего ангела Бруфута. Падший ангел Бруфут? Разве корпорация ангела снова и снова не пыталась убить этого парня? Похоже, их шанс уже ушел. Зрители посмотрели на темнокрылого дракона 9 ранга. Это был, несомненно, правитель небес. Его появление мгновенно изменило ход битвы. Ближе к земле нычеролфиэнд, тиранникал и мираклденсер все еще бежали от крыла преследователей под руководством Эвел Монарка, пробираясь через щели между зданиями. Тем не менее они не были достаточно быстрыми. Как раз когда они уже должны были оказаться окружены и заперты, вермил ли он грудами, темнокрылый дракон с неба сверкнул, как вспышка молнии. Можно было только представить себе шок Эвел Монарка, когда он увидел, как это чудовище в форме дракона закрывает солнце над ними. Дерьмо! Это девятый ранг! Отступаем! Отступаем! Ивел Монарк кричал с тревогой. Только тогда он понял, что стал богомолом, охотящимся на Цикаду-1, попавшись в засаду врага. Крыло Ивел Монарка состояло из летающих маунтов 7 ранга. Как они могли конкурировать с темнокрылым драконом 9 ранга по скорости? Хочешь бежать сейчас? Слишком поздно. Вымойте свои шеи и приготовьтесь передать жизнь в наши руки! Крикнул Аквасмоукстаб. Из-за темнокрылого дракона 28 летающих маунтов появились из ниоткуда и переместились, чтобы окружить бросившегося на утек Ивел Монарка. Ивел Монарка гляделся. Все пути эвакуации были полностью перекрыты. Такие летающие маунты, как вермил Леон Горуды, были полезны только тогда, когда у них было преимущество в количестве. В противном случае они были довольно неэффективны. Ни Янь гордо стоял на голове темнокрылого дракона. Основываясь на его размерах, скорости полета и ауре, он мог сказать, что летающий маунт стал намного сильнее, чем раньше. Каждый удар его могучих крыльев создавал огромную тягу. Верхом на этом непревзойденном существе Ни Янь чувствовал себя суверенным, который смотрит на мир из-под небесья. После победы над корпорацией Ангела любое место в пределах досягаемости крыльев темнокрылого дракона станет его землей. Один из вермил Леон Горуд потерял голову в страхе. Даже не удосужившись использовать свою огненную сеть, он отбросил на ветер осторожности и попытался сбежать. Только вот когти темнокрылого дракона схватили его с молниеносной скоростью. «Скрии!» Вермил Леон Горуда вскрикнул от боли. Ивел Монарк и другие с ужасом наблюдали, как летающий маунт седьмого ранга была разорвана в клочья в мгновение ока. Кровь и внутренности посыпались с неба. Зверское проявление силы отбросив в сторону труп вермил Леон Горуды, темнокрылый дракон ускорился и обрушился на шею близлежащей пламенеющей мантикоры. Пламенеющая мантикора была покрыта толстыми черными чешуйками. Среди летающих маунтов седьмого ранга это существо считалось чрезвычайно могущественным. Тем не менее перед лицом темнокрылого дракона это была не более чем пустяковая игрушка. Гра-а-а-а-а-р. Пламенеющая мантикора вопила от боли. Последним отчаянным рывком летающий маунт ткнул в темнокрылого дракона своим жало. Кланг. Легкая царапина появилась на чешуе темнокрылого дракона. Атака пламенеющей мантикоры не могла даже пробить чешуйки темнокрылого дракона. Разница между седьмым рангом и девятым рангом была слишком велика. Только если несколько десятков летающих маунтов седьмого ранга будут работать вместе в идеальной гармонии, у них будет шанс противостоять темнокрылому дракону. Ничто меньшего количества и силы просто не могло считаться достаточным, чтобы представлять угрозу для этого летающего маунта. Темнокрылый дракон вонзил свои когти глубоко в тело мантикоры. Когда они сцепились в воздухе, летающий маунт Нирваны Флейма явно оказался сильнее и раздавил шею мантикоры, прежде чем отделить ее голову от остальной части тела. Кровь брызнула в воздух. Темнокрылый дракон бросил голову пламенеющей мантикоры в воздух, прежде чем проглотил ее одним глотком. Evil Monarch и другие игроки из корпорации Ангела почувствовали, что их скальпы не имеют. Пять оставшихся летающих маунтов седьмого ранга пытались сбежать, но Сия и несколько других перехватили их. Крыло Evil Monarch было окружено восемнадцатью летающими маунтами шестого ранга, девятью летающими маунтами седьмого ранга, бессмертным фениксом восьмого ранга и темнокрылым драконом девятого ранга. Сбежать было невозможно. Срии, Граер, под предводительством Сия было убито еще два летающих маунта седьмого ранга. Возьмите ядра жизни, не оставляй ни одного, приказал Респлендент Блейдлайт. Ядра жизни седьмого ранга были чрезвычайно ценными. Естественно, они не могли позволить этим сокровищам попасть в руки других. Ядро жизни в голове пламенеющей мантикоры было непосредственно поглощено темнокрылым драконом. Что касается ядер жизни трех других летающих маунтов седьмого ранга, саны двое других двигались молниеносно, чтобы найти их. Восседая верхом на вермиллеон Горуди и Вилмонарк менялся в лице, которое вспыхивало между тревогой и гневом. Похоже, смерть была неизбежна сегодня. Темнокрылый дракон девятого ранга был для них непобедимым существом. Они потеряли всю инициативу. Они ничего не могли сделать, чтобы держать ситуацию под контролем. Босс, мы были окружены. Темнокрылый дракон, достигший девятого ранга, слишком силен. Мы бессильны, сказал Ивилмонарк. Когда Ивилмонарк уже был на грани отчаяния, подошла группа из шестисот летающих маунтов. Они затмили небо своим невероятным количеством. На самом фронте был серебряный дракон. Это был Ангутянши. Обнаружив, что четыре летающих маунта седьмого ранга пропали, и Вилмонарк и три оставшихся летающих маунта седьмого ранга находятся в непосредственной опасности, Ангутянши пришел в ярость. Нирвана Флейм, не празднуй слишком рано. Ангутянши гневно закричал, убить их, убить их. Это противостояние шестисотен тридцати единицам. Сотрем Нирвана Флейма в порошок. Боевые крики шестисот игроков корпорации Ангела потрясли небо. Большой брат, что нам делать? Их слишком много. Должны ли мы вызвать подкрепление? С тревогой спросил Сан. Босс Дрейки Камикадзе уже почти здесь. Должны ли мы отступить и вытянуть их, пока они не прибудут? Спросил паладин Элегии. Он лично видел их разрушительную силу. Гильдия потратила огромное количество ресурсов для их производства. У корпорации Ангела была свободная рабочая сила, но у племени невероятных людей этого ресурса не доставала. Их главная сила была занята, сражаясь с врагами перед ними и не могла оторваться. Отражать атаки шестисот летающих маунтов всего с тридцатью было невозможно. Несмотря на то, что темнокрылый дракон девятого ранга был могущественным, скольких он мог убить сам. Если уничтожить каждого из них по отдельности силами одного темнокрылого дракона, вряд ли можно будет ожидать скорой победы. Нет нужды. Ниянь слабо улыбнулся. Его глаза вспыхнули холодным светом. Сегодня мы покажем врагу нашу мощь. Давайте выдвигаться. Видя, как Нирвана Флейм наполняется уверенностью, Блейдлайт и другие были ошеломлены. Может быть, у лидера был еще один трюк в рукаве припрятан наравне с дрейками Камикадзе? Все, кроме Нияня, не могли подавить беспокойство и чувствовали, как их лица бледнеют, когда игроки смотрели на шестьсот летающих маунтов, быстро направляющихся к ним. Если бы они не ушли сейчас, они были бы полностью окружены. Кто может оставаться спокойным в такой ситуации? В этот момент боевой ангел Калена появилась рядом с плечом Нияня. Она помахала своим посохом и начала пить. Святая аура охватила ее. Калена колдует? Все посмотрели на нее и заметили, что малышка подверглась полной трансформации. Теперь у нее было два комплекта крыльев на спине, а ее чистое белое платье было заменено блестящей серебристо-белой боевой броней. Калена выглядела достойно и внушительно. Четырехкрылый Херувим. После того, как Калена закончила повторять два набора слогов, огромный столб света спустился с неба и упал на них. Запрещенная святая магия, благодать Херувима. Мощная энергия втекала в тела 29 летающих маунтов в племени невероятных людей. В чем дело? М-мой лазурный дракон поглощает энергию. Ниянь посмотрел на темнокрылого дракона. Он также безумно поглощал энергию, поскольку его тело быстро увеличивалось в размерах. Несмотря на то, что эта энергия принадлежала священному атрибуту, она была нейтрального типа, который мог быть поглощен любым живым существом, включая темнокрылого дракона. Он был наполнен безграничной жизненной силой. Гра-аврр вскрикнул темнокрылый дракон. Он почти утроился в размерах, а в следующий момент драконовая аура вырвалась наружу. Ангу Тянши дрожал в тревоге. Че что происходит? Я не знаю, какое мощное благословение. Пресвятая Дева Мария, Посмотрите на темнокрылого дракона, это размером похож на чертового кайдзю. Игроки из корпорации ангелов тянули в себя глоток холодного воздуха. После получения благодати Херувима темнокрылый дракон вырос до размера более 30 метров с размахом крыльев более 50 метров. Он стал больше, чем любой босс, которого игроки встречали на сегодняшний день. Что касается других летающих маунтов, то они также утроились в размерах, достигнув 10, а то и 20 метров. Столкнувшись с этими огромными летающими маунтами, игроки из корпорации ангелов сглотнули. Это благословение было настолько сильным, что летающий маунт шестого ранга казалось девятым рангом. Они потеряли всю волю к борьбе. Если бы не дисциплина, которая культивировалась в гильдии из года в год, игроки бы давно убежали. У Эвил Монарка и двух других летающих маунтов 7-го ранга даже не было возможности отступить, когда они не были мгновенно убиты группой Нияня. Глаза Ангутянши покраснели от ярости. Все члены гильдии, прислушайтесь к моим приказам. Сегодня я, Ангутянши, заявляю, что я не успокоюсь, пока племя невероятных людей не будет уничтожено. Если кто-нибудь из вас осмелится бежать, не вините меня за то, что я не проявил пощады. Наши дирижабли собираются прибыть, так что боритесь до победного конца. Победа или смерть, убить их. Под угрозой Ангутянши игроки из корпорации Ангела не посмели отступить. Они устремились вперед, как прилив. Моя статистика выросла в 4 раза. Какое мощное благословение! Воскликнул Респлендент Блейдлайт. Будь то маунт или наездник, все их характеристики увеличились на 400%. Это награда, которую ты получил от этого квеста за убийство падшего ангел Бруфута. Да, кивнул Ниянь. Теперь я могу приказать Калин не сотворить три заклинания. Карающий меч, благодать Херувима и святилище жизни. Однако время перезарядки относительно велико. Карающий меч имеет перезарядку в 5 дней, 2 дня для благодати Херувима и 5 часов для святилища жизни. Карающий меч, ты имеешь в виду ту же запрещенную магию, которую использовали я-я и два других святых магистра. Блейдлайт выпалил в полнейшем неверии. Ниянь кивнул. Да, похоже на это. Я еще не пробовал. Так что я не уверен на 100%, так ли это. Если это так, было бы великолепно. Воскликнул Респлендент Блейдлайт. У меня такое же чувство. Жаль, что у него есть время перезарядки в длинные 5 дней, иначе мы могли бы позволить корпорации Ангела попробовать его прямо сейчас, сказал Смоук Стаб. Он понятия не имел, насколько сильным будет заклинание, но запрещенная магия никогда не была слабой. Все заклинания коленны могли переломить ход битвы. Таким образом, они не могли быть использованы безрассудно. В конце концов, 5 дней были довольно долгим сроком. 600 летающих маунтов из корпорации Ангела были почти у цели. Суицидальные идиоты. Ребята, пора нам выносить мусор. Ниянь усмехнулся. Мощный темнокрылый дракон вселил в него абсолютную уверенность. Хех, это будет весело. Танья широко улыбнулся. Их боевой дух поднялся до небес. С темнокрылым драконом, летевшим в авангарде, они напали на силы корпорации Ангела. Бум. Ум. Темнокрылый дракон столкнулся с шестью летающими маунтами шестого ранга на высокой скорости. В воздухе раздался звук жалких криков и переломов костей. Его тело было тверже любого алмаза и прочнее любого металла. То, что осталось от тел маунтов противника, упало с небес. Какая властная мощь. Ангутянши почувствовал покалывание в голове. После получения серебряно-крылого дракона седьмого ранга и многих других летающих маунтов седьмого ранга он считал, что воздушные силы корпорации Ангела неуязвимы. Даже в своих самых смелых снах он не принимал во внимание возможность, что темнокрылый дракон девятого ранга разрушит его планы. Темнокрылый дракон прорвал вражеские ряды, быстро уничтожив дюжину летающих маунтов шестого ранга. Видя, как Нирвана Флейм и его отряд несутся сквозь врага, боевой дух членов племени невероятных людей взлетел до новых высот. С темнокрылым драконом их было невозможно остановить. Ни я ни компания были похожи на гигантскую мясорубку. Везде, где они проносились, кровь и плоть падали с неба. Корпорации Ангела и племя невероятных людей впали в безумное убийство. Ни одна из сторон не хотела мириться с существованием другой. Зрители на земле теперь боролись за ядра жизни. Тела сыпались с неба. Каждый труп летающего маунта содержал драгоценное ядро жизни. Было бы странно, если бы это не привлекло никакого внимания. Вся праведная фракция сосредоточилась на этом единственном сражении. Босс, наша главная сила уже понесла более трехсот жертв. С тревогой сообщил паладин Элегии. В самом начале у них была всего тысяча летающих маунтов. Потеря почти третьей их силы была огромным ударом. Корпорация Ангела чувствует себя не намного лучше. Мы убили пятьсот из них. Вмешался Респлендент Блейдлайт. Потери Корпорации Ангела были даже хуже, чем потери племени невероятных людей. Тем не менее они все еще удерживали преимущество в количествах. Трудно было сказать, кто победит в этой битве. Битва усилилась. Ни я ни компания рвались в ряды Корпорации Ангела. Когда кто-то закричал в голосовом чате. Посмотрите на восток. Это подкрепление от падшего ангел. Они здесь. Ни янь бросил взгляд на восток и увидел большую группу летающих маунтов, стремительно несущихся в этом направлении. Он слабо улыбнулся. Это был падший ангел. Они были здесь. Наконец-то. Глядя на их количество, молодой человек оценил, что было по крайней мере 4000 летающих маунтов. Кости белые, как сланцы. Это были летающие маунты нежити. Лидер группы ехал на костяном драконе 8-го ранга. Это был никто иной, как Праут Варленс, которого Ни янь встречал несколько раз в прошлом. Плинти не пришел лично. Он должен был руководить делами гильдии в подземном мире. Падший ангел был абсолютным правителем империи нежити. Проведя там свои операции так долго, они создали прочную основу. Их сила не была тем, на что следовало смотреть свысока. Появление падшего ангела сразу же вызвало шум среди игроков в город грехов. Это империя нежити. Это должно быть падший ангел. В чем дело? Империя нежити атакует праведную фракцию? Многие игроки, не зная о ситуации, думали, что падший ангел собирается воспользоваться ситуацией. Лишь немногие из тех, кто был в курсе на ухау, поняли, что падший ангел на самом деле является подкреплением племени невероятных людей. В общей сложности 4000 летающих маунтов, половина из которых была шестого ранга. Это была сила, способная переломить ход битвы. Массовая истерия начала распространяться по рядам корпорации ангела. Все они знали, что падший ангел их заклятый враг. Как только падший ангел и племя невероятных людей объединили свои силы, все, что их ожидало, это подвергнуться тотальному уничтожению. Босс, вражеское подкрепление пребывает. Их слишком много. Босс, темнокрылый дракон 9 ранга слишком силен. Мы не можем его остановить. Сердце Ангутянши упало. Он тихо зарычал. Все отступите на 2000 метров и перестройте свои ряды, пока мы готовимся ко второму раунду. Подкрепление от финансовой группы Век и Пантеона почти здесь. Племя невероятных людей не единственной, у кого есть союзники. Силы корпорации ангела быстро отступали. Основная группа и группа вне боя были похожи на двух восточных драконов, летящих по небу. Отойдя достаточно далеко, они слились воедино. Несмотря на то, что они отступали, силы корпорации ангела по-прежнему защищали свои спины, не давая племени невероятных людей обойти их. Единственным исключением был темнокрылый дракон 9 ранга, с которым они ничего не могли поделать. Он вырвал большое целое из их рядов. Более 15 летающих маунтов умирали под его когтями за раз. Ниянь стрелял паутиной, чтобы поймать головы летающих маунтов, оторванных темнокрылым драконом. После извлечения их ядер жизни он выбрасывал ставшие ненужными черепушки. Таким образом он получил десятки ядер жизни. Те, что обладали атрибутом тьмы, молодой человек скармливал темнокрылому дракону. Пропитанный кровью темнокрылый дракон был подобен демоническому богу. Куда бы ни летел этот монстр во плоти, кровь, мясо и кости сыпались с неба. Вражеские летающие маунты в страхе бежали. Ангутянши приказал членам своей гильдии держаться как можно дальше от темнокрылого дракона и сосредоточиться на убийстве остальных летающих маунтов из племени невероятных людей. Только так они могли дать себе время подумать о методе борьбы с темнокрылым драконом, не беспокоясь о том, что кто-то вмешается. Босс, большая группа летающих маунтов была замечена на севере. Видим около 20 тысяч существ. Они направляются прямо к силам падшего ангела. Паладин элегии вскрикнул, посмотрев на поступающие сообщения. Ниянь приподнял брови. Как корпорация ангела получил так много летающих маунтов? Есть ли у них какая-то скрытая сила, о которой мы не знаем? Хэм, нет, невозможно. Гухуай обнаружил бы это. Иди и выясни, откуда они пришли. Приказал Ниянь. Паладину элегии не потребовалось много времени, чтобы это выяснить. Ватчфул Снайл быстро предоставил им обновленную информацию. Они объединенная сила финансовой группы Век и Пантеона. Хотя их количество может выглядеть пугающим, но оно получилось настолько внушительным лишь благодаря включению в состав многочисленных летающих маунтов низкого ранга. Только около двух тысяч из них имеют шестой ранг или выше. Все вздохнули с облегчением. Неудивительно, что их было так много. Оказалось, враг набирал их без разбора. Если бы все 20 тысяч летающих маунтов были пятого ранга или выше, у племени невероятных людей и падшего ангела были бы большие проблемы. Такая сила была способна охватить весь континент. Похоже, они мобилизовали каждого летающего маунта под ними. Они действительно ставят на карту все. Ни Янь на секунду задумался, прежде чем сказать, пусть каждая гильдия и ветвь гильдии в альянсе отправит всех своих летающих маунтов. Поскольку корпорация ангела делает все возможное, мы сделаем то же самое. Давайте устроим соревнование чисел. Кровь у всех закипела. Поскольку Нирвана Флейм принял решение, они поставят все на карту, чтобы победить корпорацию ангела. Братья, бейтесь до победного конца. Не оставляйте в живых ни одного врага. Мы не оставим никого в живых. Убьем их всех. Воинственные крики от членов племени невероятных людей звучали как гром. Сплоченный призыв Нирваны Флейма был передан вниз. В нескольких дюжинах городов и более чем 350 цитаделих по всей Веридийской империи, а также в Акароне и более 30 цитаделих в Великих Лугах Абернати бесчисленные летающие маунты поднялись в небо и отправились в город грехов. Это было похоже на великую реку Янцзы. Все сходились в одном месте. У племени невероятных людей и их пяти гильдий филиалов было всего 16 тысяч летающих маунтов. Это было потому, что они сосредоточили свое внимание на другом аспекте. Однако Святая Империя, племя Боговойна и другие союзные гильдии больше внимания уделяли приобретению летающих маунтов. В общей сложности они имели силу в 30 тысяч летающих маунтов. Все они теперь летели к городу грехов. Эта невероятная сила потрясла весь сервер. Масштабы этой битвы стали намного больше, чем кто-либо мог себе представить. В то же самое время племя невероятных людей приняло меры. Также начали мобилизацию корпорации Ангела и финансовая группа ВЕК. Цаосюй, не колеблясь, потратил огромную сумму денег, чтобы нанять 60 крупных игровых организаций для борьбы за него. Это предоставило еще 30 тысяч летающих маунтов. В сочетании с 20 тысячами, что уже присутствовали в городе грехов, в общей сложности их количество составило более 50 тысяч. До сих пор племя невероятных людей и корпорации Ангела несколько раз сталкивались, даже у стена корона. Впрочем, ни одно из этих столкновений не было чем-то большим, что хоть в половину ощущалось так же величественно. Но сегодня все должно было быть совершенно иначе. Испытание воздушной силы противника. Однако несмотря на накал страстей, ни одна из сторон не желала отступать. И это не могло ускользнуть от внимания общественности. Ниянь знал, что это стало решающим сражением в этой войне. Племя невероятных людей не могло позволить себе проиграть. Он продолжал убивать летающих маунтов корпорации Ангела, с которыми сталкивался, направляя битву на разных фронтах. Ниянь враг входит в полную силу. Я не ожидал, что в 30 гильдиях под управлением финансовая группа будет столько летающих маунтов. Будь осторожен, предупредил Гухуай. Спасибо. Что насчет дрейков камикадзе? Сколько у нас готово? Спросил Ниянь. Дрейки камикадзе были созданием Violet Mist. Это была секретная операция, контролируемая непосредственно Гухуай им. По его оценкам, они потратили на создание этих существ более 20 миллионов золотых. Они были также одним из припрятанных Ниянимтузов. Дрейки камикадзе были не настоящими летающими маунтами, а искусственными машинами. Они были одним из предметов легендарного уровня, которые можно было изготовить благодаря книге магических устройств Деллы-1. Violet Mist добилась больших успехов в своей деятельности как изобретателя и теперь могла создавать предметы изобретателя высокого ранга, такие как дрейки камикадзе. Дрейки камикадзе были размером с летающего маунта пятого ранга. Для их изготовления требовалось большое количество волшебного красного дерева, таинственного серебра, черного золота и многих других видов редких драгоценных материалов. Они были очень быстрыми, намного быстрее, чем летающие маунты шестого ранга, и для их работы требовался огненный элементалист 120 уровня или выше. Находясь в воздухе, они могли нести до пяти килограммов пороха. Дрейки камикадзе могут захватить цель и врезаться в нее на высокой скорости, уничтожая вражеский строй своей самоубийственной атакой. Взрывная сила от пяти килограммов пороха была удивительной, достаточной, чтобы смертельно ранить даже летающих маунтов седьмого ранга. У нас есть 300 машин, которые уже на пути в город грехов, и еще 20 на финальной стадии производства. Я также сказал Violet Mist ускорить производство. Все игроки на сервере наблюдали, как в прямом эфире развернулась битва в городе грехов. Десятки тысяч летающих маунтов со стороны обеих великих держав сходились здесь. Хотя по большей части они с благоговением наблюдали за происходящим, были и следы беспокойства относительно того, какая сторона выйдет на первое место. Каждый из них, даже сольные игроки, будет в какой-то степени подвержен влиянию этой войны. В небе над городом грехов, племя невероятных людей смело сражались против сил корпорации Ангела. Развитие битвы замедлилось, и ситуация явно склонялась в их пользу, поскольку у племени невероятных людей было меньше жертв. Могущественный темнокрылый дракон девятого ранга, который уже убил более 60 летающих маунтов противника, ведущий авангард и призрачный дракон, оказывающий поддержку со стороны, были невероятно величественным дуэтом. Прежде чем падший ангел смог объединиться с племенем невероятных людей, они были перехвачены объединенными силами финансовая группа Век и Пантеона. Несмотря на то, что противник обладал превосходящим количеством, большинство из них были летающими маунтами низкого ранга. Поскольку разные гильдии сражались в разных местах, и каждое сражение развивалось в разных направлениях, зрителям на земле стало невозможно сказать, кто есть кто. Тем не менее захватывающие воздушные сражения заставили их сердца биться в волнении. Гигантский огненный шар загорелся в небе, окрашивая горизонт в малиновый цвет. Несколько ближайших летающих маунтов были мгновенно сожжены до смерти. Раздались печальные крики, когда поверженные существа упали на землю. Какое удивительное пламя! Внутри этого ослепительного пламени пролетел огромный феникс. Это бессмертный феникс Я-Я. Чувствуя, как на них накатывает волна жара, все побледнели. Эта энергия огня настолько чиста. Какой мощный феникс? Конечно, это бессмертный феникс восьмого ранга. Ни Янь был единственным владельцем летающего маунта девятого ранга. Но там было четыре летающих маунта восьмого ранга, что были лишь на шаг ниже. Двое из них принадлежали к праведной фракции, одна из которых был в руках Сия. У злой фракции были два других, принадлежащих падшему Ангелу и Пантеону. Боевая доблесть летающего маунта восьмого ранга была поразительной. Внутри огненного шара бессмертный феникс рванулся вперед, словно стремительный метеор. Любые летающие маунты, которые соприкасались с ним, мгновенно превращались в пепел. Все, что осталось от сгоревших летающих маунтов Корпорации Ангела, это их ядра жизни. Стоя на голове своего серебряно-крылого дракона Ангутянши не мог скрыть свое неприглядное выражение лица. Пиковая боевая сила племени невероятных людей была просто слишком сильной. Он мало что мог сделать против них. Дирижабли уже прибыли? Холодно спросил Ангутянши. Ангутянши, докладываю боссу, они уже прибыли, всего пять, они находятся под защитой наших летающих маунтов. Передайте сообщение финансовой группе Век, скажите им, чтобы начинали. Пусть племя невероятных людей и падший ангел попробуют наше новое оружие. Ангутянши холодно улыбнулся. На стороне падшего ангела, Варленс привел авангард, поскольку его войска нырнули прямо в ряды финансовой группы Век и Пантеона. Им удалось прорвать формирование противника и рассеять его силы, но они также понесли некоторый ущерб в процессе. Заместитель лидера. Наш правый фланг находится под атакой. Мы не можем больше держаться. Заместитель лидера. Наше второе крыло почти уничтожено, осталось лишь двое выживших. Мы попали в окружение. Варленс смело рванулся вперед, сражаясь бок о бок со своими подчиненными, чтобы убить десятки летающих маунтов противника. Их количество убийств быстро достигло 1300. Этот результат был просто поразительным, особенно учитывая, что многие из убитых ими летающих маунтов было довольно высокоранговыми. Однако у финансовой группы Век и Пантеона было слишком много летающих маунтов, всего более 20 тысяч. Хотя большинство из них были низкого ранга, они отлично служили пушечным мясом для поглощения атак. Пантеон и финансовая группа Век превосходили силы Падшего Ангела 6 к 1. В какой-то момент в Орленсе его люди полностью окружены. Братья, давайте покажем этим мусорам нашу силу. Тот, кто нас спровоцирует, так легко не спасется. Он был пропитан кровью с головы до ног, выглядя как разъяренный асура. Его намерение убить взлетело до небес. Апокалиптический шторм в атаку. Боевые крики игроков из Падшего Ангела прозвучали как гром. Из их рядов вырвалось 300 костяных громовокрылых ястреба, которые собрались вместе и использовали апокалиптический шторм. Молния с треском сорвалась из их тел и сошлась в сферу в центре их формирования. Она непрерывно увеличивалась в размерах, пока не стала более 200 метров в диаметре, излучая вспышки молнии в окружающую среду, как гигантская катушка Тесла. Когда сфера полностью обрела форму, Варленс закричал, убейте их. Огромный шар молнии начал приближаться к силам финансовой группы Век и Пантеона. Че что это, черт возьми, я не знаю, но я не хочу оказаться рядом с этим. Летающие маунты от финансовой группы Век и Пантеона быстро рассыпались в небе в безумной попытке уйти от сферы молнии. Тем не менее апокалиптический шторм был слишком быстрым и с невероятной скоростью приблизился к ним. Вспышки молний просверлили ряды финансовой группы Век и Пантеона. Все летающие маунты, с которыми соприкоснулась молния, были мгновенно обожжены до смерти. Их тела испускали дым, когда они падали с неба, ничто не выжило в окружении взорвавшегося апокалиптического шторма, вскоре было убито более четырех с отлетающих маунтов противника, убейте их всех, смерть врагам. Апокалиптический шторм набирал скорость и все глубже погружалась в ряды врага, летающие маунты от финансовой группы Век и Пантеона в панике скрылись, не приближайся к тому молниеносному шарику, убирайтесь с дороги, ничтожество из финансовой группы Век и Пантеон, я позволю вам полностью прочувствовать мощь нашего апокалиптического шторма, братья убейте их, Варленс рявкнул с рвущимся из глубины груди смехом, еще несколько сотен костяных громовокрылых ястребов присоединились к формированию, благодаря чему сфера почти удвоила свой текущий размер, ее поверхность изменилась с белого на синий, что сделало сферу похожей на гигантскую сверкающую звезду, ни я его команда из 30 человек заметили, что силы финансовой группы Век и Пантеона были разгромлены, что там происходит, спросил Блейдлайт, черт эти парни испадшего ангел действительно что-то, посмотри на этот шар молнии, андинг скаундрил воскликнул в восхищении, он присоединился ко всем вскоре после того, как ни янь показал своего темнокрылого дракона, достигшего девятого ранга, они посмотрели друг на друга, если бы их силы встретились с таким нападением, они, вероятно, также понесли бы тяжелые потери, в мгновение ока апокалиптический шторм убил тысячу вражеских летающих маунтов, это апокалиптический шторм, я полагаю, что для получения атакующей силы такого размера им понадобилось не менее 600 летающих маунтов с атрибутами молнии 6 ранга, ни янь слабо улыбнулся, будучи правителем империи нежити, падший ангел ни за что бы не вышел на битву, не имея тузов в рукаве, этот апокалиптический шторм был, вероятно, одним из них, мощь атаки была поистине удивительной, он был рад, что племя невероятных людей не является врагом падшего ангела, мы не можем позволить падшему ангелу обойти нас, время убивать, убьем всех этих ублюдков, убьем. Воздушные силы племени невероятных людей начали еще один жестокий штурм, ни янь получил известие, что 300 дрейков камикадзе прибыли в город грехов, они были скрыты от глаз, готовые вступить в битву по приказу молодого человека, он прищурился, отбросив немного больше сил противника, он нанесет им смертельный удар, ни янь, как ты планируешь использовать дрейков камикадзе, спросил Смоукстап, он был одним из немногих, кто был причастен к их созданию, не волнуйся, у корпорации ангела и финансовой группы ВЕК есть по крайней мере 30 тысяч летающих маунтов на пути сюда, я просто жду их, чтобы мы могли уничтожить их всех вместе, сказал ни янь, таким образом, враг будет как птица с подстриженными крыльями, у нас 45 тысяч летающих маунтов, в сочетании с тем, что у нас уже есть, это также составляет 50 тысяч, даже если мы не будем использовать дрейков в камикадзе, я уверен, что мы сможем их охватить, сказал Нейчерол Фиэнд, возможно, ты прав, мы не проиграем, даже если не используем их, но мы также понесем большие потери, лучше использовать дрейков камикадзе, а затем добить выживших, ни янь посмеивался, у корпорации ангела и финансовой группы ВЕК, вероятно, также есть некоторые скрытые тузы, мы не будем использовать дрейков камикадзе пока, давайте сосредоточимся на битве, пока ни я, ни другие болтали, подкрепление с обеих сторон начало входить в город грехов, масштабы сражения раздулись, когда в воздухе столкнулись две армии, каждая почти в 50 тысяч летающих маунтов, смотрите, новые войска прибывают, черт, я никогда не видел так много летающих маунтов, игроки на земле уставились на вид почти 100 тысяч летающих маунтов, их сердца трепетали от смеси страха и волнения, этого количества летающих маунтов было достаточно, чтобы полностью затмить небо над городом грехов, так вот какой была объединенная сила двух сверхдержав, это просто захватывает дух, большинство обычных гильдий гордятся тем, что имеют сотню летающих маунтов, но эти две силы, столкнувшиеся в небесах, насчитывали в тысячу раз больше этого незначительного числа, светлое небо над темным пейзажем, какое поистине удачное описание, Ниянь заставил темнокрылого дракона лететь к 40 тысячам летающих маунтов, которые были под креплением, один человек и его дракон моментально привлекли всеобщее внимание, босс, босс здесь, под крепление разразилось аплодисментами, видя, как эти войска простираются так далеко, насколько может видеть глаз, Блейдлайт, Смоукстап и остальные, даже сам Ниянь, почувствовали, как их сердца зашлись в неистовом ритме от волнующих эмоций, с такой армией они могли победить все и вся на своем пути под командованием Респлендент Блейдлайта и других лидеров групп Воздушные войска племени невероятных людей разделились на несколько групп, напоминающих азиатских драконов, летящих по небу, каждая группа состояла из нескольких тысяч летающих маунтов, зрители смотрели на это зрелище, задыхаясь от удивительного демонстрации силы, воздушные силы корпорации Ангела и финансовой группы ВЕК так же быстро собирались вместе, они организовывали свои ряды для следующего этапа этой битвы, каждый игрок племени невероятных людей чувствовал, что его сердце бьется от предвкушения, из-за многочисленных столкновений в прошлом корпорация Ангела уже была для племени невероятных людей старым соперником, теперь обе стороны в последний раз решали, кто станет правителем праведной фракции, все глаза были направлены на безумного разбойника, который стоял на голове темнокрылого дракона, те, кто оказался слишком далеко, чтобы видеть, явно оживились, желая услышать его в голосовом чате, все задержали дыхание, огромные размеры темнокрылого дракона оставили ошеломленными даже их, темнокрылый дракон девятого ранга был уже массивным с самого начала, но после получения благодати Херувима летающий маунт достигал почти сорока метров в высоту, аура, исходящая из его тела, напоминала ауру исконного дракона, Ниянь посмотрел на своих людей, молодой человек заметил, что взгляды, обращенные на него, были полны лихорадочного почтения, как будто Ниянь был богом, в этот знаменательный день было предельно ясно, какую позицию он занимал в сердцах этих игроков, странное чувство охватило сердце Нияня, в прошлой жизни он был безымянным персонажем, никогда юноша не предполагал, что однажды он увидит мир такими глазами, племя невероятных людей выросло из маленькой, малоизвестной гильдии в Левиафан, которым оно было сегодня, путешествие было наполнено многочисленными препятствиями, они стояли на грани коллапса не раз, но каким-то образом всегда добивались успеха, хотя вклад многочисленных членов гильдии нельзя сбрасывать со счетов, именно Ниянь единолично поддерживал всю гильдию на своей спине, корпорация ангела, святая империя, племя бога войны, 30 гильдий финансовой группы век, кто из них не был создан крупной финансовой группой или игровой организацией, у кого не было прочного основания до прихода в Цанвецтеон, никто из них не должен был строить себя с нуля, только племя невероятных людей, они действительно пришли из ничего, во время их основания были только Ниянь, Танья, Гухуа и несколько других, Ниянь использовал знания своей прошлой жизни, чтобы ухватиться за возможности повсюду, позволяя племя невероятных людей медленно подниматься, пока оно в конечном итоге не превратилось в вихрь, охвативший всю Веридийскую империю, если бы не он, племя невероятных людей не существовало бы, если бы не он, открывший магазин зелий Звездной ночи, если бы не он, набиравший экспертов со всех сторон, если бы не его блестящие стратегии, Гильдия давно бы рухнула, даже сейчас, после того, как племя невероятных людей стало достаточно сильным, чтобы бороться за контроль над всем континентом Атланты, Ниянь все еще был фактическим духовным лидером Гильдии, независимо от того, насколько большой выросла Гильдия, это никогда не изменится, Ниянь использовал свой блеск и харизму, чтобы полностью завоевать признание каждого, и благодаря своей непревзойденной силе он напугал их и покорил, мудрость молодого человека была как рука Бога, направляющая племя невероятных людей прямо к славе, не странно, что все в Гильдии уважали его так сильно, плащ Ниянья трепетал на ветру, в его разуме смешались многочисленные эмоции, легким движением руки он переключился на меч Зинарда, яростное пламя вокруг сияющего клинка отражало желание борьбы, засевшее в его сердце, взглянув на толпу, молодой человек походил на вдохновляющего Бога войны, заставляя всех затаить дыхание, голос Нияня прозвучал с буршующими в нем эмоциями, с тех пор как Цанвецтеон впервые открыла свой сервер, я участвовал в десятках тысяч сражений и пережил не менее десятка войн, куда бы я ни шел, мои враги трепетали в ужасе, среди тех, с кем я сталкивался, мастера из каждого класса, экспедиционные команды, состоящие из тысяч игроков, и даже самые могущественные неигровые персонажи, но потерпел ли я когда-нибудь поражение, нет, я в одиночку пробил себе путь через крепость Клеменси Корпорации Ангела и ушел без единой царапины, с Блейдлайтом и несколькими другими я пробежал через главный оплот божественных защитников, убивая тысячи их игроков, прежде чем, наконец, уничтожить его до основания, сплетники на форумах дали мне прозвище, они называют меня безумным разбойником, когда я впервые услышал это имя, я не мог сдержать улыбку, честно, толпа шевельнулась неописуемыми эмоциями, ни разу не потерпев поражение, проникая сквозь всех врагов на своем пути, кто-нибудь осмелится похвастаться такими наглыми словами, кроме Нирваны Флейма, однако его достижения говорят сами за себя, многие из этих инцидентов до сих пор можно легко найти в интернете в формате видео, с момента выхода Цанвецтеон я основал племя невероятных людей и магазин зелий Звездной Ночи, я победил победоносное возвращение и множество других гильдий, чтобы объединить Веридийскую империю, и я получил свое собственное герцогство в Великих Лугах Абернати и возвел там столицу, а корон Ниянь продолжал рассказывать о своих различных достижениях, мы находимся на критическом этапе, как? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!